Я хотел бы обсудить какую-то совокупность текущих политических тем, а после этого Юрий Вольфович расскажет нам про экономику и все прочее. Ну, прежде всего я хочу сказать, что в нашей чате появились какие-то статьи такого как бы настралинистического наступательного содержания. Сейчас такой политолог, президент Центра системного анализа и прогнозирования Росислав Ищенко обосновал читателям информационно-аналитического портала NewsBout необходимость превентивной оккупации России при Балтийского лимитрофа. Ну, понятно, да? Как ни странно, эта ничего не значащая статья вызвала достаточно серьезный взрыв на Западе, что говорит о том, что такого рода статьи сначала создаются, а потом на них возникает достаточно запрограммированная реакция. Потому что ничего не стоит не заметить, мало ли кто что пишет, тот напишет, что мы оккупируем весь мир, а Жириновский сказал, что мы будем мыть там сапоги, как помним, да? Сейчас же есть огромное желание того, чтобы Россия каким-то способом оказалась обвинена в чем-нибудь чрезвычайном и том, что очевидным образом позволит соответствующим способом действовать в различных частях земного шара, включая ту же Прибалтику и не только. Значит, все это постоянно разворачивается в формате некого такого ультрапатриотизма, наступательного, неважно чего там, русизма, имперскости, так сказать, национализма, кому чего хочется. И это всегда делается таким способом. Значит, вы присоединили Крым, почему вы не делаете следующий шаг, не защищаете то-то и то-то? Вот вы защитили то-то, а почему вот вы остановились здесь? А вы защитили здесь, а вы помните, что Варшава принадлежала Российской империи, а Финляндия? А почему бы, собственно, не прокатиться в Париж? То есть все время происходит такая вот игра, при которой, что бы ни было сделано, вот досюда, да, с одной стороны сидеть будет либеральная сила номер один, которая скажет, да, а зачем вы это сделали? Вы разрушили отношения с Западом, вы, так сказать, погубили там наш рынок, вы там создали условия для санкций, ах, ох. А с другой стороны будет сила номер два, которая будет говорить, а почему вы сделали только это? Почему вы не сделали большего, например, этого, этого или этого? Разгоряченное наше сознание российское будет постоянно спрашивать, а, собственно, почему? Почему бы не присоединить Польшу или что-нибудь еще, да, Финляндия, да? Ну, в конце концов, терпели мы унижение, там, 25 лет, сейчас мы, значит, что-нибудь такое сделаем, учудим, и будет нам приятно и развлекательно, и, как говорил один представитель Всемирного Русского Собора где-нибудь лет 20 назад, и мир содрогнется от счастья, он говорит. Вот, мир содрогнется от счастья. Это было бы все смешно, если бы не было так грустно, потому что этот естественный синдром, да, даешь побольше, это экстаз, это, да, он очень хорошо соотносится вот с этим либеральным, значит, негативизмом и образует с ним все более и более явным образом единое целое. Причем возникает ощущение, что уже до 80% экстазов организуется примерно там же, где либеральный негативизм, руки прочь от наших братских народов. У меня твердо возникает ощущение, что статьи, как бы, о том, как именно мы Бойко и в 3 секунды оккупируем Прибалтику, а также, неважно, там, в дальнейшем, так сказать, какие-нибудь статьи, такие же про Польшу или Финляндию, как бы, созданы примерно там же, где создаются статьи, там, доклады Немцова и другие документы соответствующей ориентации. Нет-таки клещи, потому что любое деяние, как бы, ориентированное на то, чтобы действительно расширить какие-то возможности, постоянно будет атаковываться вот с этих двух сторон, да, со стороны, так сказать, того, что это деяние избыточное и недостаточно, понятно? Сумма избыточности тех или иных действий, да, и их недостаточности – это классическая стратегия дискредитации любого политического реализма. Потому что, что бы вы ни сделали, вот смотрите, сколько мы сделали, раз, два, три, четыре, да? Говорят, ну а почему вы не сделали пять, шесть, семь, да? А с другой стороны, вы сделали раз, два, три, четыре, раз будет стоить сто миллиардов, тут будет вот это, тут будет это, тут будет вот это. И вообще сплошной ужас, зачем вы сделали это, зачем вы сделали так много, зачем вы сделали так мало, зачем вы сделали так много, зачем вы сделали так мало? И вот мне кажется, что чем быстрее, ну, более-менее широких слоях хотя бы нашей такой патриотической общественности, которую я уже, к сожалению, не могу называть интеллигенцией, потому что проблема сложная, где тут грая между интеллигентностью и неинтеллигентностью, ну, хотя бы мыслящего такого, пытающегося мыслить вот этого слоя, в том числе и связанного с интернетом, но и не только. Чем быстрее там вот эта игра будет просто осознанно, вот просто осознанно, тем легче будет жить, тем больше будет шансов, что все не кончится сокрушительным разгромом России, причем окончательным. Но на сегодняшний день эта игра очевидным образом ведется. У нее очевидным образом очень определенные очертания. Очень определенные. Такие определенные, что дальше некогда. Вы можете сделать все, что угодно, и будет сказано. Подумаешь, а вот это? А почему мы не завоевываем космос? Почему только ближний? А где полеты на Сириус? А почему только на Сириус? Это не смешно. Это определенный способ работы с созданием. С этой точки зрения, как только произошло то, что произошло в Крыму, и что никто не ожидал, никто не предполагал, что Россия в том ее виде, в котором она существовала, на 15 марта 2014 года, способен так взять раз и сказать, что это наше. Сразу же возник очаг на юго-востоке Украины, стратегическая цель которого заключалась в том, чтобы все это крымское дело полностью обнулить и сказать. Оно ничего не стоит, потому что сдали наших братьев, так сказать, наш русский мир, наши там Новороссии, наши другие 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 субъекты. Никаких практических шагов для того, чтобы всерьез поднять эту самую Новороссию, какие-то широкие украинские массы и что-нибудь еще сделано не было. Вместо этого была сделана такая псевдозатея, призванная сказать, вот смотрите, вот следующий шаг, почему вы его не делаете? А если вы его делаете, зачем вы его сделали? Вы не делаете этот шаг, говорят, почему вы его не делаете? Вы его сделали, говорят, зачем вы его делаете? И почему вы не сделали следующий шаг? Докуда вы оккупировали Украину? До Днепра? А почему только для Днепра? А вы не понимаете, какие стратегические угрозы лежат с другой стороны? А вы не видите вот это? Вы недостаточно мыслите геополитически, вы не видите контуров Евразии, вас нет подлинной наступательности да а вы туда еще залезли а зачем залезли любое воздействие осуществляемая нами будет как бы порождать некоторые контур воздействия осуществляемый мы что-то делаем домов мы осуществляем действие 1 мы это что это что это некий x устроенный определенным образом государство с такими-то элитами с такими-то противоречивыми с таким систем мы осуществили действие 1 она породит контр действия 1 мы осуществили действие 2 она породит в контрдействие 2 возникает вопрос вот как на это контрдействие 1 может ответить этот x а как на контрдействие 2 будет отвечать этот x как я много раз говорю вот стол на него можно положить графин а можно встать ногами а можно встать втроем но не его нельзя поставить современный танк он рухнет почему потому что стол есть система с определенной нагрузкой есть эта нагрузка равна не знаю 100 120 200 килограмм он ее еще держит но он не предназначен для нагрузки в 10 тонн 100 тонн во сколько угодно да тогда делайте не стол а гранитный постамент или там еще что-нибудь такое супер твердое и ставьте на него свой танк или три танка или 100 тысяч тонн но вы сначала постройте этот постамент вместо стола россия которая мы нечто действует она определенным образом устроена в ней есть все то что в ней есть в ней она буржуазная она там антисоветской была выстроена как антисоветская она состоит из таких-то и таких-то клановых групп таких-то таких-то элит таких-то таких-то свое общество способны к таким-то и таким-то нагрузкам с такой-то и такой-то дееспособности вы не имеете права момент вы говорите надо сделать действие один или действие 2 ставить вместо нее Воображаемый субъект, обладающий другими качествами, например, качествами Сталинского СССР или Мировой Социалистической Системы. Как только поставили вместо этого другой субъект, вы залетели по полной программе. Сделайте этот субъект. Утром его сделаете, вечером начните другие действия. А вопрос о том, что можно в ходе действий предполагающих наличие субъекта под названием СССР или Мировая Социалистическая Система получить из России этот субъект является авантюризмом в высшей степени. Понятно, что это означает? Да, у нас сейчас есть нехороший субъект с такими-то элитами, либеральными группами, тяп-ляп и так далее. Но мы его втянем в такую авантюру, что все либералы либо сбегут, либо окажутся, так сказать, так или иначе зачищенными. И в ходе этого втягивания в огромную авантюру мы станем другие, мы обновимся. Мы не будем обновляться в результате внутренних процессов, там чего-нибудь еще. Мы там мировую войну затеем, и вот по итогам ее у нас будет новый субъект. Вот это есть авантюризм в высшей степени. Особенно преступный тогда, когда понятно, что никаких ресурсов для того, чтобы осуществлять такие внутренние трансформации не существует. Что развяжите вы три мировые войны. Вы снова крестьянское население, так сказать, прочное, готовое к индустриализации, которое имели в 30-е годы, не получите. И никто на себе эти пушки так, как таскал тогда, таскать не будет, потому что другое население. А даже если вприжется и начнет тащить, то, так сказать, у него там что-нибудь выпадет, или там он, так сказать, у него будет два инфаркта, три инсульта, и на этом все кончится. Другая реальность, другие люди, другая система. Это не значит, что у нас нет никаких возможностей. Это не значит, что мы ничего не можем в этом мире. Мы очень много можем, а в каком-то смысле, может быть, можем больше, чем когда-нибудь. Но мы можем сделать что-то только тогда, когда у нас есть в основе всего четкий принцип реализма. Когда мы говорим, мы и спрашиваем дальше, мы это что? Это то, что есть. Мы это ценим. Остался гигантский кусок территории, который исторически назывался Россией. Осталась армия, ядерное оружие. Осталась какая-то политическая система и какие-то экономические возможности. Мы это ценим или не ценим? Или мы считаем, что это все ноль? И это можно кинуть в любую топку? Это первая часть проблемы. Давайте мы оккупируем Украину до Днепра. Очень красивый кусок. И там дальше мы будем делать все, что угодно. Во-первых, мы получаем сразу реальное НАТО с другой стороны. Во-вторых, никакая оккупированная территория не является территорией с долговременно нужным нам статусом. Нам зачем это нужно? В-третьих, для того, чтобы это оккупировать, нужно примерно 250 тысяч военнослужащих. А их натурально в природе нет. То есть они есть на бумаге и даже де-факто. Но это не значит, что мы можем армию такую куда-то двинуть. И плюс нужно еще 120-150 тысяч полиции. Для того, чтобы подавлять все эти возникающие при этом импульсы под вой мирового сообщества. Который будет оказывать всяческую помощь всем, кто находится рядом. Мы можем милитаризировать, не важно, Польшу, кого угодно еще, лишь бы ставить следующие буферные кордоны. Уже по-настоящему, без дураков. Что мы получаем в результате? Мы получаем недолгий патриотический триумф. Чудовищную нагрузку на этот стол. Когда он начинает рушиться, потому что это стол, а не постамент. Это РФ, а не Сталинский Советский Союз. И не мировая социалистическая система. Это все рушится. И дальше приходит, ну что, Нюрнбергский процесс, давайте раскрутимся. Даже если этого не произойдет. Произойдет совершенно другое. Окупация, решение уже не Совета Безопасности ООН, который мы можем парализовать. Организация Объединенных Наций, Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций и так далее. Скажет, что эти земли там оккупированы, а получит устойчивый оккупационный статус эти земли. Дальше произойдет то же, что произошло с Израилем и Палестиной. Ну, покувыркались, сколько-то лет, кого-то там придушили, кого-то что-то сделали. Теперь говорят, отдавай голубь. Отдавай земли-то, оккупант. У Израиля есть огромные возможности, как мы понимаем, в мире. И что эти возможности много ему сейчас дают? Помогли тебе сынка твои ляхи? Помогли тебе Биби твои Голдман и Сакс? Что-то не очень. Они помогают, да? Скорее даже они размышляют о том, кого поскорее это зубную боль или эту занозу выдернуть из тела Ближнего Востока и дальше там приступить к новому этапу своего строительства. Мы чего хотим? Этого нет. Мы говорим твердо, что в Киеве произошел преступный переворот, который разрушил государство, разрушил правовую систему, разрушил общественный договор между различными группами, входившими в украинское общество. И что мы всячески настаиваем на том, чтобы Киев сохранил украинское государство, но Киев делает преступные шаги к его разрушению в дальнейшем и дальнейшем. Единственная сила, которая хочет восстановить украинское государство, это сила, которая лишает Украину сейчас чудовищного внешнего управления, под которым она находится, создает настоящую национально-освободительную борьбу. И это борьба за Украину. Вот когда эта борьба закончится победой здоровых сил, вот тогда мы будем строить новые отношения так, как это будет надо. Выражением здоровых сил является национально-освободительное движение Донецка и Луганска. Это национально-освободительное движение является национально-освободительным движением дружественного России, народа Украины. Той части, которая стоит за дружбу с Россией, за те ценности, которые созвучны нам и так далее. Это здоровая часть украинского народа. Она осуществляет национально-освободительную борьбу. Завершение этой национально-освободительной борьбы либо победой национально-освободительных сил, либо разделением государства, как это было, так сказать, победой, как во Вьетнаме, разделением, как в Корее, означает внутренний украинский процесс, порожденный преступными действиями в Бандеровской хунте. Преступление тоже понятно, да, они, так сказать, разрушили все основания внутриукраинского права, то, что только они сместили Януковича, это самое большое надругательство над правом, которое было в мире, они разрушили общественный договор, они выдвинули в качестве главного героя Украины, так сказать, и героизировали Бандеру и так далее, то есть героизировали геноцид части украинского народа. Часть украинского народа сказала, спасибо, нам это не нужно, мы так не договаривались. Все это произошло вопиюще антидемократическим путем, то есть все это должно быть отброшено от нас к ним, мяч нелегитимности и всего прочего, должен быть переброшен на их территорию. Что это означает? Что действия будут носить тот характер, который носит современная, скажем, Европа. Это действия вялые, трусливые, с оглядкой на любой минимальный дискомфорт, с желанием, чтобы тебя не беспокоили и так далее. Что там такое украинское, это волынская резня, поляки, что вы делаете, зачем это нам нужно? Мы сможем действовать, не перенапрягая систему и постоянно говоря о том, что жанр этих действий является, так сказать, национально-освободительной больной украинского народа. Борьба украинского народа. Что вы против национально-освободительной войны? А как вы можете быть против нее? И вообще внутреннее дело Украины. Количество помощи, которое мы при этом можем оказывать, никак не сводится к тому, сколько наших солдат будет стоять на этой территории. Ни одного нашего солдата не стояло на территории Вьетнама. Там стояли американские военные части. У нас были там, не знаю, советники или кто-то еще. Мы помогали братскому Вьетнаму, но мы совершенно не осуществляли вхождение советских войск на территорию Вьетнама. Правильно? В итоге что произошло? Северный Вьетнам победил, занял Южный Вьетнам, образовалось единое государство, а дальше уже то, что мы в этот момент начали валять дурака, воспрепятствовало тому, чтобы мы полностью воспользовались этой победой. Но к этому моменту Вьетнам сдержал Китай, который, между прочим, тоже мы подули своей, сделали своим врагом и так далее. Произошло очень много разного рода вещей, которые в результате всего этого дела мы приобрели без единого полка советской армии, вошедшего на территорию. А вот когда мы туда ввели с непонятными целями какой-то ограниченный контингент, не туда, а в Афганистан, при том, что непонятно вообще, что такое ограниченный контингент, чем он ограничен, зачем мы его ввели, какие были поставлены окончательные задачи. И вот когда мы туда вошли с непонятными целями и в боевом смысле решили все задачи гораздо лучше, чем их, когда бы то ни было, решить любая армия Запада, включая последнюю американскую, которая там поболталась и в испуге бежала. Мы там решили все задачи. Стало непонятно, зачем мы их решили, что мы хотим дальше с этим делать, зачем мы там стоим этим контингентом. Следующий шаг в чем? Мы присоединяем Афганистан к Советскому Союзу, это еще одна республика. Что мы хотим добиться в результате этого дела? Да, войска вели себя прекрасно, да, мы еще раз продемонстрируем, что советская армия была великой армией. И что? И что мы с этого получили? Мы оттуда ушли со всеми головными болями, которые только можно было. Значит, никогда нельзя считать, что вхождение войск на определенную территорию является триумфом патриотизма и оптимальным решением стоящих перед нами задач, а их невхождение считается, так сказать, триумфом антипатриотизма и так далее и тому подобное. Это бред, это тяжелый шизофренический бред, используемый провокаторами. В первый момент, когда войска войдут туда, они там влипнут окончательно. И ничего, кроме крупнейшей неприятности, прямой грубой ввод русской армии на территорию, так сказать, Украины не даст. Мы не получим ни одного плюса и получим чудовищные минусы. Теперь, что мы делаем сейчас? Значит, налицо то, что называется украинский дефолт. То, что Украина пытается сделать с этим дефолтом, оно понятно. Они хотят, вот они выпустили какие-то там облигации, гарантированные государством, они по отношению к ним хотят все переиграть. Сказав, что другие компоненты государственного долга, как бы они не трогают. Но на самом деле Украины вообще нет сейчас денег для выплаты каких бы то ни было долгов. Она влезла в огромные и пока что крайне непродуктивные военные расходы. А практически эти все олигархи, которых она назвала лидерами антиолигархической революции, грабят так, как даже предыдущие не грабили. Я не говорю, что их не было. Но сейчас грабеж стал уже просто истерическим. Управляемость равна нулю. Определенный потенциал, связанный с Юго-Востоком, потерян. В результате этого Украина оказалась на грани совсем крупного финансового неблагополучия. Возникает вопрос, кто готов сейчас за это платить? Кто будет платить за это неблагополучие? Нет проблем. Если старший брат Украины готов напечатать 50 миллиардов долларов, подумаешь, бумаги, пустил в станок и напечатал, и отдать братской Украине 50 миллиардов, оговорив, что олигархи разворуют не больше, чем четверть этой суммы, то все будет хорошо. Они поздно назад получат эту бумагу, я имею в виду Темплтон и другие организации, которые влипли с этими облигациями, крупнейшие мировые, они получат назад ту же бумагу из рук в руки. Будет сказано, что долго нет, а олигархи Украины разворуют десяток-полтора миллиардов из братской по американской помощи и разложат их по карманам и в конечном итоге построят в Европе очередные дворцы. Никаких крупных проблем для американцев этого сделать нет, но они никогда это не сделают. Никогда. Тем более, это не сделает Европа. Значит, Украина это не получит. Это означает, что нет в современном деле войны, только на фронте классическая война. Вот рядом идет понятие экономическая война. А рядом другие виды войны, информационные и так далее. И так, вот по большому кругу, вот такого рода операция, если ей правильно управлять, дает огромные преимущества. Почему? Потому что есть реальный Запад, реальным образом действующий с Украиной. То есть он хочет, чтобы не она его грабила, а чтобы он ее грабил. Он так устроен. Он принципиально отличается от Советского Союза чем? Что он не прощает долги. Яко мы прощаем должникам. Не прощает их и все. Это известный принцип кредитора. Загорло и все. И никогда. Я вру с кадыком у тебя эти деньги. Но я тебе их не прощу. Поэтому американцы, в какой бы точке земного шара ни находились, всюду грабили и везли себе. А мы развивали уровень братских стран. Не знаю уже каких. То есть при Балтике или там, я не знаю, но она входила в наше государство. Или там какого-нибудь того же Афганистана или Африки. Всюду мы что-то насаждали современную жизнь, чем-то помогали, что-то строили. Нам говорят, давайте деньги, мы что-нибудь построим, а деньги мы вам не отдадим и так далее. Мы прощали эти долги. Ровно этим же советским путем мы повели себя Украиной все эти 20 лет. Мы непрерывно все прощали. За счет этого она жила. Она жила на нашей дотации. Это дотационное государство. Суверенитет Украины оплачивался русскими деньгами и ничем больше. Это объяснялось то нашими интересами там в Севастопе, то еще чем-нибудь. Неважно. Мы все время это оплачивали. И на самом деле было совершенно понятно, что в виде этих плат всем прибалтийским странам, косвенно через транзиты и все прочие, Украине, еще масса кому, это были, по сути, выплачиваемые репарации по поражению в холодной войне. Нам просто сказали, напрямую мы у вас репарации за эту войну брать не будем. Мы вас ограбим внутри страны. Это будет называться шоковая терапия. А дополнительными настоящими репарациями вы оплатите Украине. И это были репарации, которые платились там. То есть деньги, которые надо поплатить по факту единственного, по факту вашего поражения в холодной войне. Платите. Не только отделяйте территории свои, но и платите. В первый же момент, когда Россия отказалась от этих репараций, она от них отказалась сейчас. Возникла принципиально новая ситуация, когда украинская экономика, построенная по принципу этих репараций, продемонстрировала полную нежизнеспособность. Она не может жить. Неворующей элиты на Украине нет. Она ворует по беспределу и сочетает это своровство с полной бездарностью в сфере управления. Гораздо лучше управляет также ворующая элита Востока Украины. Там Янукович, Эксетара, со всеми своими товарищами. Они более норовисто управляют с точки зрения того, чтобы это хозяйство все-таки не рушилось полностью. Они боялись этого обрушения. Там был какой-то рост. Сейчас падение 20 с чем-то процентов. Это надо себе представить. Значит, на экономическом фронте Украина терпит глубочайшее поражение. Все кредиты, которые ей выделяются, выделяются по знаменитому принципу стендбай. То есть ты сделал шаг, после этого я тебе заплачу. Значит, ты повысил тарифы? Возьми. А вот не повысил? Не дам. Сделай еще следующий шаг. Возьми. Не сделал шага? Не дам. Каждый шаг это ограбление населения Украины. Что-то можно получить только по факту того, что украинское население ограблено. Грабь или не получишь. И они грабят. Они грабят население. Значит, они будут терпеть рано или поздно такие же поражения на фронте социальной войны, как они терпят на фронте экономической. Потому что они связаны друг с другом. А они компенсируют это телевизором. Своим. То есть они кричат о русском вторжении, о том, сём, пятом, десятом и так далее. Это не в долгую. Это достаточно быстро уходит в определенные, так сказать, иметь свои пределы насыщения. Достаточно здесь повести себя разумно, и уже три поля будут вместе соединены без всякой супернагрузки на нас. Мы наблюдаем за тем, как там создаётся коллапс. Мы отказываемся от дотации украинского государства. Всё. Мы осуществляем разъяснение украинскому народу того, кто именно его ограбил. Всё. И мы держим этот очаг, как очаг национально-освободительной войны украинского народа. И здесь перемалываются очередные порции украинской армии. Поскольку культурные и прочие основания тоже существуют. Нельзя долго создавать племя Укра в 21 веке. Когда-нибудь это чем-то кончится нехорошим, слишком глубоким дурдомом. Здесь тоже можно вполне работать. И в конце концов, можно работать по очень широкому кругу вопросов. И результатом этой работы должно стать крах не Украины, а Бандеровского государства. Крах Бандеровского государства неизбежно создаст новые условия и для Донецко-Луганского очага, и для сопряжённых к нему областей, и для многого другого. Не поверю никогда в жизни, что Одесса настроена про Бандеровский. Нет этого. Нет. Это сочетание некого угарного патриотизма, так сказать, очень недолгого, неэффективного и локального с страхом безумным, потому что, надо, что-то сказать, стянута большая часть репрессивной машины вот этого украинского, бандеровского как бы полицайства. И как бы нежелание лезть во все тяжкие и неточное понимание, что делать, и огромные репрессии, и всё прочее. Это ничего не означает по отношению к населению. И это было показано. И никогда Порошенко не простит Одессе 9 мая. Значит, все эти потенциалы есть. Чего себя запугивать, не прижимать говорить. Всё, население распропагандировали, все теперь нас там ненавидят. Во-первых, это поверхностные угары. Во-вторых, это не все. В-третьих, это соединено с известными явлениями под названием страха и всё прочее. Значит, бандеровскому государству рухнуть для того, чтобы все эти энергии были освобождены из-под этого спуда и много чего оформилось. Когда Лавров говорил, что Минские соглашения происходят не успешно, а суперуспешно. Что он имел в виду? Согласен и уступки в деле украинской конституции. Никто уже никогда не вычеркнет из Минских соглашений согласие на нейтрализацию Украину, на конституционные изменения. Что такое конституционные изменения? Но вы только дайте особые права Донецку и Луганску. Создайте из него субъект с особыми конституционными правами. Вы можете это сделать, не дав это Львову? Не можете. Значит, вы даёте это Львову. Тогда другие говорят, извините, мы тоже хотим. А там есть много меньшинств. Эта штука начинает превращаться в соответствующий гораздо более рыхлый конгомерат. Этот рыхлый конгомерат становится ещё менее управляемым. В силу своей ещё меньшей управляемости он становится ещё более воровским, он становится ещё более разрушительным и так далее. И эта петля медленно затягивается на шее у бандеровской хунты. Медленно, спокойно, понемножку. Вместо этого говорят, введите войска. Братский народ слили а-а-а-а-а-а-а преступление, 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 преступление. Что это такое? Это, с одной стороны, создание псевдопатриотической истерии дискредитационной, а с другой стороны, это реальное втягивание в оккупационный сценарий, который ничего в себе не несёт, кроме негатива. Ничего. Любое сейчас, при нерешённой этой проблеме, дальнейшее наращивание наших амбиций по отношению к другим территориям, да, означает только одно, наше приближение к своему собственному краху, то есть к наращиванию нагрузок на нереформированное государство, на этот стол. Давайте поставим 5 тонн, а почему не 10, а почему не 50, что хотите? Ясно, что хотим, чтобы обрушился. На обломках государства будет происходить всё, что угодно. Будет происходить радикальная зачистка с использованием войск НАТО в пределах самой Украины, в Крыму в том числе, да, будет происходить соответствующая оккупация наших территорий, ну, в общем, тут концом нашего государства запахнет всерьёз, и никакого нового светлого государства не будет. Будет просто крах этого и конец истории, больше ничего. Я говорю об этом потому, что вопли не теряют вот этого своего истерически паникёрского надрывного характера. И что всё время хочется понять, а что за этим стоит? Вот откуда эта неадекватность? Ну, дополняемая, как я уже говорил, тем, что главный герой, который вопит, он уже сбежал с территории, сдал их все, признал, что он их сдал, без приказа и всяческие, должен быть назван просто изменником и презренной, так сказать, фигурой. Он продолжает что-то шуметь. С чем это всё связано? На каких психологических дрожжах всё это продолжает расти? Что это всё означает, помимо того, что на это работает гигантская машина, связанная с, так сказать, интересами наших врагов? Кто объединяет сейчас там какие-нибудь якобы чуть-чуть левоватые ресурсы, да, с ресурсами явно ультраправыми, да, откуда там этот братский союз гоблина и спутника и погрома, вроде бы тот назывался тупичок каким-то таким, да, левоватым, таким, просоветским, а тот яростно антисоветский, что их объединяет, кто сращивает эти схемы, впечатление складывается следующее, что, во-первых, существует очевидный, очевидный субъект, который соединяет вот этих а почему не это, а почему не это, даешь больше, вот эти профашистские и какие-то такие левопатриотические псевдо-левопатриотические теперь же можно сказать силы, что он их соединяет, как бы склеивает, сплачивает воедино, так сказать, оказывает все виды помощи, и что, как ни странно, это кому-то покажется, этот субъект лежит очень близко от того либерального элитного фокуса, который обычно называли семьей, имея в виду семью Бориса Николаевича Ельцова. Реклама всего этого спутника и погрома и так далее осуществляется уже силами, которые вплотную близки к этой семье. Фактически самой семье. господин Волошин уже никак не отделим от других слагаемых данной семьи, всех олигархических, бюрократических и всех прочих. Спутника погрома и другие силы уже явно желанны в этой компании. Да-да, Александр Сталич Волошин действительно как бы занят пропагандой спутника и погрома. А поскольку тупичок и все остальные соединяются с этим спутником и погромом, все больше сращиваются, то есть все основания говорить, что там вообще за спиной стоит эта семья. Во-вторых, стоит не она одна, а как бы силы, которые имеют такую ориентацию как бы ультрапатриотическую. Если их внимательно разобрать, они, конечно, обладают некоторыми проекциями, которые говорят о том, что они уже выходят на международные круги совершенно антирусской ориентации. Это не только Темплтон, это целая группа сил, которые на разных уровнях, разными способами коммутируют с Западом и через несколько таких каналов они выходят, эти ультрапатриотические силы, на Запад и этот Запад их подпитывает вот всей той энергетикой, о которой здесь говорю. Больше, 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 больше крика, шума, осуждений, требований неконструктивных вещей. Русские должны вляпаться, они, безусловно, должны вляпаться, мы не можем позволить им не вляпаться и так далее. Отсюда же все эти балтийские крики. Мы оккупируем Балтию, мы раздавим, мы там введем, мы понимаете, про все всегда можно сказать провокация. но сейчас вот за последние недели провокативность настолько выросла, что уже, по-моему, нельзя не видеть того, что все это, вот это вещество, оно насквозь провокативно. Уже до судорог, до истерических кривлян, до всего, чего. К этой теме примыкают различного рода, ну, так сказать, восклицания, которые опять-таки поразительным образом осуществляются так, чтобы никто не мог, ну, как бы это сказать, здравым образом обсудить то, что орут. Вот исчезает главная компонента любой державной стабильности и устойчивости. Это здравое, детальное, спокойное рассуждение на любую тему. Ничто не обсуждается по любому поводу, возникает такой комок воплей. Один из таких комков воплей связан с тем, что вот у нас там есть некие спецназовцы, капитан спецназа ГРУ и вместе с ним менее статусные служащие этого же спецназа ГРУ, которые попали в плен украинцам, дали все показания, заявили о том, как именно они должны были вести соответствующие операционные территории Украины, на том, что они действующие работники этого самого спецназа ГРУ и так далее. Вот этот комок воплей по поводу того, как себя ведут, предает ли Родина и все прочее, никак не обсуждается потому, что само обсудилово, вот эта способность к обсуждению, каким-то образом все более изымается из общества, ее хотят оттуда выкарибать, сделать ее невозможной, потому что как только вы начинаете обсуждать, проясняются достаточно очевидные для очень многих вещи, как осуществляются спецдиверсионные действия на территории чужого государства спецназа ГРУ, который туда направлен, как они осуществляются, технологически, как они осуществляются, вызываются люди и говорится, действовать будешь на такой-то территории, в таком-то режиме, в случае, если тебя берут, говори что-то, Родина от тебя отрекается, будем потом выволакивать, но если только пикнешь, что ты там такой-то и такой-то, все, забудь про то, что за твоей спиной стоит Родина, это твое задание, ты никогда ни в какой ситуации, находясь на той территории, не имеешь права сказать, что ты являешься капитаном спецназа ГРУ, все, это запрещено, документы забраны, ты переходишь в серый режим, ты находишься на территории, жива успехом, люди, которые не хотят так работать, не идут в спецназ ГРУ, у нас очень много мест, в которые можно пойти работать, вот сейчас вытянулись, еще остались какие-нибудь лайки, можно зайти там в банки, предложить там мыть полы, есть магазины, а можно идти там и не знаю, что решать уравнение, а можно еще, если ты пошел в спецназ ГРУ, то ты пошел на соответствующий вид деятельности, на соответствующую работу, и у меня возникает вопрос, кто такой капитан спецназа ГРУ, который немедленно, после того, кого взяли, заявил, что он капитан спецназа ГРУ, что у него было специальное диверсионное задание и так далее и тому подобное. Он кто такой? Почему? Не патриотическая печать, никто вообще об этом не спрашивает. Значит, ну, патриотические, как бы, издания молчат, потому что им кажется, что так удобнее просто не замечать, как им тычет в нос то, что там русское присутствие, да, на территории чужого государства. Либеральные, потому что им это выгодно. А что, нет ни одного человека, который может обсудить технологическую подоплеку? Гипотезы две. Либо это действительно ДНР, ЛНР, там милиционеры, как было сказано, это первая гипотеза. Вторая гипотеза. Либо это спецназ ГРУ. Вот надо рассмотреть обе гипотезы. Если это спецназ ГРУ, то что такое немедленное признание того, что ты являешься работником спецназа ГРУ, осуществляющими специальное секретное задание на территории противника. Это измена Родины. Измена своему статусу. Измена своей профессии и всем остальным. Это разведчик, который немедленно дает показания о том, что он разведчик. И все остальное описывает. Это что такое? Почему он это делает? Делает это потому, что его ранили и ему нужно себя спасать. Ну, извините, так сказать, частью системы обучения, которая, по крайней мере, в советской армии была обязательной, являлась, так сказать, специальной навыковой не терпеть боль, в том числе и пытки, там и все остальное. Это химия, которая была применена по отношению к нему и развязала ему язык. Ее применили прямо на поле боевых действий, что ли, химию? Тут же прямо на поле без действий. Прибежали, взяли анализ крови, без которого нельзя подобрали, количество химических препаратов. И вкололи наркотик правды. А если вкололи не наркотик правды, а что еще? Покажите нам, что вкололи. А может, вы такое вкололи, что он теперь вообразил себя там не только спецназом Гуру, но и китайским мандарином. Откуда мы знаем, что там произошло? Если он изменник Родины, то как изменник Родины он может сказать все, что угодно. Там на территории противника не может находиться представитель спецназа группы. Непонятно было? Потому что в момент, когда он переходит на территорию противника, он перестает быть капитаном спецназа группы. У него есть документы прикрытия, он действует по ним. У него есть легенда, он действует по ней. Любое раскрытие этой легенды и обнаружение того, что это всего лишь легенда. С его стороны есть должностное преступление. Он с этого момента перестает быть вообще рассматриваемым в качестве человека, о котором надо заботиться и все прочее. Он обязан терпеть, обязан, так сказать, твердо стоять на своем, не говоря о том, что для него в этом есть огромное преимущество. Значит, с чем мы имеем дело? Либо это просто такое, постсоветское «Брахло», про которое говорить, что оно спецназ групп, просто бессмысленно. Стало чуть-чуть бобо, стало страшно и так далее, я все расскажу. Либо это ситуация, при которой говорят, скажешь, будешь жить, и деньги дадим, и все что угодно. И тогда начинает рассказываться все что угодно, но в любом случае это не то, что не вызывает вопросов. Это некоторая вещь, вызывающая огромное количество вопросов. Но ведь этих вопросов в сознании среднего члена общества, пытающегося обсуждать нынешнюю проблематику, вообще не возникает. Вот не возникает вопроса о том, как бы, если это спецназ групп, то он же предал. Это его предали. Бедненький. Но его надо обменять. Надо немедленно сказать, что это он. Да как же вы смеете это не говорить? Да почему же от него отрекаются? Простите, но это мировая практика военной разведки. Мировая практика, так сказать, людей, которые работают со специальными миссиями от ЦРУ, КГБ, от кого угодно. Это мировая практика непризнания. Сам факт признания, причем, как нам сказали, на поле боя, то есть не под давлением химии, означает нарушение присяги, измену профессии. Почему его в этой ситуации должно быть жалко? Почему? Почему по отношению ему, в силу его профессии и всего прочего позволено раскрывать эти секреты, признаваться, болтать, глядеть на корреспондентов западных газет и на, так сказать, новую газету, которая является еще более изменической, чем любая западная, потому что западная, в конце концов, на то и западная, чтобы не быть изменической. Она работает на свое государство. А тут мы имеем дело с тем, что мы имеем. Вот откуда взято право на все на это у человека? Я просто хочу сказать, что в гибридном обществе, я не знаю, есть ли гибридная война, но есть гибридное общество. И я хотел бы здесь ввести это определение, и мне кажется, что в сущности все происходящее станет выглядеть иначе, пониматься иначе, и мы станем адекватнее, если мы возьмем на вооружение это определение, мы имеем дело с гибридным обществом, патриотическо-потребительским. Как будучи патриотическим, оно с придыханием, воплями и всем прочим произносится спецназгру, герои, они вошли. С точки зрения потребительского, оно говорит, ну ему же больно, но он рассказал. И это абсолютно то же самое, это сказать, что, было сказано по поводу Славянска. А вы что хотите, чтобы мы там умерли? Ну при чем тут, что мы хотим? Вы сказали, что вы там умрете. И между прочим, в этом суть воинской профессии, да? Стоять насмерть, не уходить без приказа и так далее. Ах нет, это вы хотите, чтобы мы умерли, а мы хотим жить, мы хотим жить, то есть пользоваться всеми благами потребительского общества, так сказать, всеми картинками в интернете, в которых мы стоим как герои и так далее. Мы не хотим умирать, то есть мы не хотим платить за это, исполняя воинский долг и все прочее. Мы хотим, чтобы к нам в моменты, когда нам выгодно применялись все ценности героизма, а когда нам выгодно применялись все ценности сентиментализма. Поэтому гибридное общество, в котором мы живем, это героико-сентиментальное общество. Я бы сказал, еще ультра-героика, ультра-сентиментальное. И иногда даже люди, в общем-то, относящиеся серьезно к происходящему, не могут ощутить вот этого гибрида. Ты начинаешь определенным образом вести себя с людьми, которые говорят, мы сталинисты, а мы сталинисты. Мы сталинисты. Ну, человек говорит, так, вот это, это сюда, говорит. А что это вы раскомандовались? Я говорю, не понял. Не понял. Вы сталинисты или вы демократы? Мы сталинисты-демократы. Мы гибрид. И вот эти множественные, несочетаемые эти вещи, ну, да, когда там это все птицы с человечьими головами, наоборот, люди, так сказать, с птичьими телами и так далее. Вот эти все несочетания, они и представляют собой главный изъян вот этого стола, который называют общество. Вы не можете класть старинскую нагрузку на общество, являющееся таким гибридом. Самих-то себе можно распознать элементы гибрида? И большая часть этих завываний связана с тем, что это же фантазм. Вот здесь вот в интернете я хочу там завоевать Польшу, да, а здесь я хочу, чтобы, так сказать, все американские товары были на прилавке или чтобы у меня были облегченные визы. Я хочу завоевывать весь мир и иметь все более облегченную визу. И я не понимаю, почему, если я сказал А, то нельзя Б. Хочется и А, и Б. Хочется ужасного военного аскетизма, так сказать, со всеми лимонадами и сникерсами. А если военный аскетизм переходит там на хлеб, тушенку и так далее, то почему на хлеб и тушенку. Хочется войны, но чтобы старшина не кричала, а говорил, будьте добры, пожалуйста, извините. И, так сказать, выслушивал дружескую критику со стороны солдат. Это и блистательная армия. Но этого же все время, вот этого хочется. И самое потрясающее, вот эти гибриды. В этом смысле стрелков это, конечно, такой гибридный герой, который, так сказать, герой-беглец. Да, вот такой, в принципе, быть не может. Там, Гарун бежал быстрее ланьми. Там сказано, ты трус, ты враг, ты мне не сын. Это гибридный герой, это герой, бежавший без приказа. И что? Это у него, да, вы говорите, вот смотрите, это же не человечие, так сказать, руки. Это когти грифа. Говорит, ну что, что когти грифа? А тут человечья голова. И что? Это такое фантастическое существо. Это гибрид. Гибрид из белогвардейства, надорванного, так сказать, вокруг, надрывно кричащего по поводу чести и так далее. И полного бесчестия. И что? Вот с этой стороны это вот и это, а с той стороны это другое. И пока каким-то образом в какую-то часть общества не вернется дух целостности, ничего невозможно. Мы не выдержим серьезную войну. Нам она и не нужна, и мы ее не выдержим. Так давайте создавать другое общество. И, между прочим, ну как бы, если о чем-то думать, то готовить себя к чему-то. А пока что давайте делать простые вещи. Вот здесь вот на этом интервале идет экономическая война. Вот пусть Бандеровское государство разоряется. На этом отрезке идет социальная война. Пусть Бандеровское государство атакуется социальными и прочими протестами. Где-то еще идет идеологическая война. Пусть народ понимает, что такое Бандеровское государство и почему оно не сочетаемо ни с христианством, ни с какой-то национальной целостностью, ни с многим другим. Вот здесь идет какой-то другой тип войны. Вот показываете, что это на самом деле внешняя оккупация, когда государство полностью лишается своей самостоятельности окончательно. И я-то убежден, что даже среднегабаритный замысел прост. Украину надо разорить, разрушить до конца и сдать Польше. Небольшими кусочками кому-то еще, но прежде всего Польша. И тогда вот сделать из Польши большой кусок антирусского счета. И что поляки потому и одобряют, что они понимают, что дело движется к концу. И что в конце этой пьесы, так сказать, под названием «Самостийность» будет просто полный уход в полон к Польше со всеми вытекающими последствиями. Еще просить будут, чтобы это состоялось. Говорю, насчет этого дефолта. Были дефолты на Аргентине, но там не было, так сказать, никогда никакой войны большой. Был огромный дефолт и готовится новое, видимо, в Греции. Но там уже Евросоюз, она вошла туда и говорит, плати за меня, дядя. Тут уникальное положение, при котором вот эти два компонента можно играть достаточно долго. Если к ним играть третий под названием, так сказать, национально-освободительная борьба, уже можно выиграть. Надо играть шесть. И вот тогда медленно это бандеровское государство будет схлопываться. Медленно. И даже если для этого нужны жертвы и 10 лет, вычете жертвы и 10 лет, чем идиотическое, порывистое вылезание в никуда. Хотите, чтобы это было быстрее? Крепите армию Донецка и Луганска. Наращивайте потенциалы, дисциплину, все остальное. Боевой дух, идеологию. Поднимайте все новые и новые свои Донецка и Луганска общества, которые не подняты еще на войну. Будет быстрее. Самое, повторяю, идиотское, желанное только для врага, это вход прямой. Конечно, если, так сказать, они осмелятся, ну не знаю, начать кровавые репрессии в Приднестровье, мы должны на это ответить уже по полной программе. Конечно, если они осуществляют далеко идущие акты геноцита. Есть какие-то вещи, на которые приходится реагировать. Но когда даже реагируешь, надо сказать, к сожалению, пришлось. На сегодняшний день рождается оптимальная ситуация возможности затянуть петлю. И она должна быть затянута. Поэтому им нужно вот на этом направлении нарастить силы, им нужно нанести там удар, и им нужно втянуть в прямую конфронтацию именно российское государство на основе крупных наступлений на этом участке фронта. Они их готовят. Совершенно ясно, что вся техника, которую они даже спрятали куда-то на какое-то время в ходе Минских соглашений, она вся выволочена из тех мест, где она находилась. Они готовят кулаки, так сказать, живой силы, техники, бронетехнику в большом количестве, артиллерию, тяжелую артиллерию. Они готовятся наступать на этом участке. Значит, они должны там потерпеть сокрушительное поражение от народно-освободительной армии Украины. Еще больше, чем они потерпели в Дебальцево. Еще более убедительное и сокрушительное. Это трудно сделать, да. Но это единственное, что дает крупный, как, не знаю, там, геополитический и любой другой результат. Теперь смысл, простой смысл происходящего. Еще и еще раз прошу вслушаться в то, что я говорю, потому что кажется, что это некие догадки, которые осуществляются на небольшом количестве материала, а на самом деле это принципиально важно. Действительно, Стругацкий говорил Афанасьеву, что они еще должны потерпеть поражение в войне. В сущности, вся либеральная пятая колонна, и нелиберальная тоже, хочет одного – поражения России в среднегабаритной войне. Вот вся эта модель обитаемого у острова Хонти, Пандеи и всего прочего, она, по существу, и взята на вооружение. В разработке некого сценария работы с Россией взят на вооружение вариант обитаемого острова Стругацких, потому что на самом деле вариант обитаемого острова Стругацких – это аналитическая записка, по которой было написано художественное произведение. Поэтому, конечно, на вооружение взята аналитическая записка или аналитическая концепция, лежащая в основе данного произведения. Вот это не мои догадки, не мои фантазии, не попытки, что сказать, торговать страхом, это правда реальности. Самое тупое, средневременное, оперативное, к чему они уйдут, звучит просто. Россия должна потерпеть поражение от Украины любой ценой. То есть они готовы усиливать эту украинскую армию и так далее. Почему в конечном итоге, так сказать, нужно пользоваться именно моделью Стругацких? Я понимаю, потому что я эту модель реконструирую по неким выкрикам определенных лиц. Но в конце концов, то же самое происходило в Югославии. Сербия, Хорватия. Сербско-хорватский вариант. Украинско-российский. Совершенно ясно, что это он. Значит, ставка будет делаться на то, что Украина будет стремительно милитаризоваться, и она как бы должна победить Россию. Вот когда она побеждает Россию в любом, типа, таком конфликте, тогда, это как Япония, да, побеждает Россию, как бы революция пятого года, понятно, да, власти скидывают, начинается большой бардак, под этот большой бардак происходит оккупация, и все завершается. Значит, надо любой ценой победить, если не хотеть этого большого бардака и всего остального. А это можно сделать только в этой модели. Все время затягивая петлю. Все время. И никакого другого варианта действий нет. Потом мы будем отдельно вести братский разговор с украинским народом. Сейчас мы разговариваем с бандеровским государством, с государством, которое взяло на вооружение крайней форме русофобии, которое сказало, что русские там и все эти омоскаленные недочеловеки, которые, так сказать, явно нацелены на уничтожение нашей страны, которые осуществляют чудовищные репрессии и все прочее. Теперь о мозговом. Что именно происходит в рамках тех или иных терактов, не знает никто. Если вы не взяли лиц, участвующих в теракте с поличными, дальше все разговоры называются размышлениями о... То, что из самых элитных американских мест привезено человеку 80-90 для обучения террористической диверсионной войне, это факт. Это не мои размышления. Это факт. Привезено не так много. Все эти морпехи никого вообще не интересуют. Что они там будут делать, не знаю. Олицетворять собой некую помощь Украине. Это неинтересно. А вот то, что привезены люди высшей квалификации именно для осуществления террористической диверсионной войны, это факт. Второй факт заключается в том, что эмиссары, наделенные определенными финансовыми иными возможностями, очень ищут на территории Украины людей с большим боевым опытом именно данного профиля. А эти люди есть. Вот здесь вы должны понять. Эти люди есть. На территории Украины находились суперэлитные части наши. Там находилась школа по соответствующей подготовке. Знаменитая абсолютно. И сейчас существует попытка найти еще не старых, а вот в возрасте находящихся и более или менее в бандеровскую сторону повернутых людей, которых можно привлечь к диалогу со специалистами высшего качества, находящимися на территории Украины и приехавшие из Соединенных Штатов. Никто не хочет, чтобы специалисты высшего качества, готовящие террористическо-диверсионные группы, общались с молодежью, с правым сектором. Понимаете? Это долго, это бесперспективно, это неинтересно. Желание существует, чтобы, так сказать, были отысканы люди, которых уже хорошо натаскали, этим людям дали дополнительный какой-то тренинг и все прочее, чтобы ими управляли специалисты иностранные, чтобы им заплатили большие деньги, чтобы у них был более-менее драйв на этот вид деятельности, и чтобы из них можно было создать террористическо-диверсионные группы. Они есть, их количество увеличивается, это факт. Мозговой, так сказать, оказался жертвой этих групп или кого-то еще. Эти группы работают под наших, наша работа под них. Это невозможно определить. Дело заключается в том, что надо, как бы, отличать нечто вообще трудноопределимое от того, что, несомненно, задание на террористическо-диверсионную войну, как основной вид военных действий, поставлено сразу после Минска-2. Украинские герои подписали Минск-2 и тут же приехали, поставив задание на террористическо-диверсионную войну. В том числе и превентивную. Поэтому я никогда не знаю, кто эти люди, которые сейчас дают показания. Если они военные, то они не просто плохие военные, а на грани предательства. Если же это, так сказать, подставные утки, которым следует, так сказать, откровенничать для того, чтобы выполнять некие задания, значит, это уже перевербованные люди. Мы не знаем этого. Мы знаем только простые вещи, настоящие военные, из войск специального назначения, из элиты, элит, занимающихся спецоперациями, никогда не даст никаких показаний иностранному государству, на территории которого он задержан. Значит, это не настоящий военный. Либо это все просто ложь, либо это двурушник. То же самое и здесь. Мы знаем, что задания на создание террористическо-диверсионных подразделений существуют. Мы знаем, что для осуществления этого задания приехали специалисты высшей квалификации Соединенных Штатов Америки. Их не так много, но, уверяю вас, человек 80-70, это огромное количество для этого вида деятельности. Мы знаем, что они отказываются работать с молодняком. Они хотят специалистов из адельской школы, из частей особого назначения, находившихся на территории Украины, из тех, кто там остался. Их хотят фильтровать на таких более или менее готовых воевать с Россией и вялых. Мы знаем, что в это вложены большие деньги. И мы знаем, что количество этих групп растет. То, что называются эти тени, это такой пиар, который показывается где-то сбоку. А эти группы есть, и никто там себя пиарить из этих людей не будет. Понятно, да? И брать на себя ответственность не будет. В очень многих уголовных разборках, за которыми стояли наши спецслужбы, кричали, что они ликвидируют какую-нибудь кавказскую преступность. Какие-то люди с очень малым боевым опытом, а на курки нажимали люди с очень большим боевым опытом. Я имею в виду 90-е годы. Поэтому вопрос о том, кто именно нажимает на курки, кто наберет на себя ответственность, это вопрос сложный. Но мы знаем, что этих групп стало больше, что они стали на порядок более квалифицированными, и что им даются задания не только внутри Украины, но и на Ростов и прочие объекты в пределах России, в перспективе на Москву. Их тренируют на Москву. Вот это все есть. Поскольку это все есть, то предположить, что с мозговым работали эти люди вполне возможно. Могут ли быть другие предположения? Могут. Можно высказывать любые гипотезы. Они абсолютно не подтверждены. В любом случае, это профессионалы. Теперь, если считать, что это наши профессионалы, как они рассуждают, то тогда возникает вопрос, зачем нашим профессионалам это нужно? Нашим профессионалам это не нужно. Потому что проще всего взять человека, как это говорят, за ленточку. То есть позвать он территорию России и закрыть для него все эти входы, сказать, все, сиди тут, базарь как хочешь. Читай тут лекции о патриотизме. Он уже раскрученный человек. Никакой опасности прямой он не представляет. Раскрутка у него есть. Его демонстративное убийство в таких случаях естественным образом порождает весь этот базар истерический. Это нужно? Кому это нужно? Нашему государству, даже если оно чем-то управляет, это не нужно. Теперь возникает вопрос, какова вероятность того, что это делает, предположим, местные. Для того, чтобы это делали местные, надо понимать, как устроены местные. У местных действует принцип вендеты. Око за око, зуб за зуб. Значит, если где-то доказано, что какой-нибудь местный замочил Икса, то люди Икса начнут атаковать людей этого замочившего. Вот здесь будет бесконечная спираль. Ее никто не хочет. Ну, по мелочевке, естественно, когда речь идет о низовках, мало ли, разборок осуществляется в ходе гражданской войны. Но по верхам этого не хотят. Потому что просто не хотят, чтобы это вернулось. А в условиях гражданской войны оно возвращается по полной программе. Понимаете, там нет уже проблемы. Взрослые, дети. Кровные разборки ведутся без ограничений. И никто их не хочет. Русские, профессионалы. Кроме того, местные работают менее профессионально. Действие осуществлено достаточно профессионально, с особыми минами и со всем остальным. Русские, у которых есть колоссальная возможность просто это закрыть и чтобы этого не было. А также масса других возможностей, которые я описывать не буду. Они зачем-то взяли, осуществили это мочевого и сорганизовали вопль. Так что я должен считать, предположим, что они же работают на разрушение этого Донецка и Луганска. Ну, странная гипотеза, хотя все гипотезы, в том числе и парадоксальные, возможно. И, наконец, террористическая диверсионная группа. Мы знаем, первое, что приехали специалисты. Второе, что они ищут специалистов местных. Третье, что они проводят тренировки. Четвертое, что главное их задание уничтожения лидеров. Там, пятое, что второе у них задание действия в Ростове-на-Дону и других местах. И шестое, что в конечном соке они ориентированы на Москву и другие города. Это мы знаем. Теперь вот при таких знаниях и таких размышлений. Какой вывод мы должны сделать? Мы должны сделать вывод, что, поскольку никто с поличными не задержан, то никаких четких диагностик проведено быть не может. Что, косвенные диагностики состоят в том, что это сделано очень высоко профессионально. и что выгоднее всего в очень профессиональном виде делать им туристическо-диверсионным группам, тем более, что они-то ну как бы должны оправдывать свое существование и каким-то способом отрабатывать. Они отрабатывают. русский след не убедителен в том смысле, что это след на базар, на разрушение, что гораздо легче все сделать более мирно, без крови, а никто здесь, людоедов здесь нет, да? и без вот этого дикого информационного следа, потому что речь идет о человеке, который раскручен, да? По таким людям обычно не бьют так грубо. Что же касается местных вещей, то, как я сказал, ни ока за ока зуб за зуб, ни вот этот принцип профессионализма не соответствует тому, что это местная разборка. Соответственно, я могу сказать в меру своего профессионализма, который я преувеличивать не хочу, что до 85% как минимум за то, что это делают их диверсионную игру. Больше сказать не может никто, если нет каких-нибудь непрерывных съемок. И здесь вот еще один момент, который меня очень беспокоит. Понимаете, империя должна хотеть знать. Если нет желания знать, то ничто невозможно. Победить нельзя. Вот все, что сейчас обсуждают с точки зрения Украины, основано на нежелании знать. У нас сейчас даже инструментов особенных нет для того, чтобы эти знания передать по-настоящему. Но ведь это фантастическая схема, осуществляемая сейчас вот этими Украины и всем прочим. Это схема длиной столетия, запущенная в 17 веке, пествуемая на протяжении 18 и 19, которая осуществлялась там и в Москве, и в Киеве, и в Польше, и в Австро-Венгрии. И все это сходилось в определенные точки, потом взорвалось с чудовищной силой во время Великой Отечественной войны, с кошмарной силой вот этого всего Бандеровска, Донцовска, Штепа и всех этих прочих. Вот в их варианте. После чего оно ушло на доработку в основном в Британию, также отчасти в Мюнкен и так далее. Продолжили действовать те же институты, которые занимались этими вещами. По существу, так сказать, их занятия в 20-е годы в Чехии, их занятия там в Мюнхене в 50-е годы. Это продолжение деятельности одних и тех же людей. Старики упорно продолжали ползти все в ту же сторону вот этого искусственного формирования этой идентичности и всего прочего. Там колоссальная воля, энергия, изобретательность, настойчивость, упорства вложены в то, чтобы создать этот чудовищный конструкт. А мы хотим, чтобы в ответ на это, так сказать, мы два раза хмыкнули, сказали, подумаешь, они там себя от египтян числят, и на этом все как бы закончилось. А известна ли здесь собравшимся история в лесовой книге, например, на которую они опираются? Знаете ли вы, что эту историю, что любые попытки назвать реальных авторов этой в лесовой книге, вот Миролюбова и других, так сказать, приводили к гигантскому сопротивлению в кругах так называемой русской партии, присуществовала не Советского Союза, что дискредитировать эту в лесу книгу было невозможно. Нельзя было сказать о ней правде. Понимаем ли мы, какие силы вытащили Шептицкого и других из наших лагерей в эпоху Хрущева? Кого там на кого меняли? Кто и сейчас остается внутренне на стороне от Украины здесь? Какие этапы там существуют вот в развертывании этой конструкции? Вот чем там одни отличаются от других? Чем польские варианты отличаются от ростовенгерских и так далее? Мы вообще хотим Украину знать. Ватикан очень сильно не то же самое, что греко-католики. Это разные чуть-чуть вещи. Я понимаю, с одной стороны, что они все вместе связаны, но, так сказать, ставить знак тождества между греко-католиками и Ватиканом невозможно. Ватикан мягче, чем греко-католики. Греко-католики гораздо жестче. Расовые концепции вот эти там недочеловеков в основном все-таки строили поляки. Какие именно поляки? Когда? Какие институты? Какие люди? Сколько было заложено в это труда? Что там происходит сейчас? И в чем общая логика этой конструкции? Она ведь неумолима. И вот как только занялись там определенные радикальные десоветизации, дальше все этапы разрушения исторической личности, они неизбежны. Они идут один за другим. Значит, силы, которые это все делают, они очень крупны. И в этой связи сейчас, поскольку возникает все время обсуждение каких-нибудь суперсубъектов экономического характера, которые где-то там работают в мире, я хочу сказать здесь собравшимся и тем, кто меня слушает. Понимаете, деньги – это огромная сила. В 21 веке колоссальная сила, но она никогда не будет решающей. Вот как строятся эти модели суперфинансовых субъектов, там некоторых хозяев мира, ну там есть такие конструкции типа шара, на них натягиваются там акционерные пакеты, малые доли разного рода там инвестиционных фондов, где-то еще. Дальше суммируются эти доли, весовые характеристики и говорится, вот 100 людей, управляющих миром, такие-то, а 10 людей – это люди, управляющие деньгами. Более того, если их пакеты там распылены до 1-3%, в инвестфондах, то ничем они там по-настоящему не управляют. Управляют миром смыслы и человеческие возможности. Если Ватикан может направить на определенные дела, например, ну я не знаю, сколько, 100-200 тысяч людей, так у него есть 200 тысяч людей, а у каких-нибудь из мыелитов есть столько-то людей, а у МУ есть столько-то людей, они пойдут все исполнять. Вот когда у вас есть люди готовые действовать, у вас будут деньги. Но когда у вас есть деньги, то это абсолютно не значит, что у вас будут люди. Знаю это по русским олигархам, когда меня спрашивали, а может быть, что Березовский вот это сделал, или вот это сделал, или вот этим срежиссировал. Я говорю, все может быть. С одной оговоркой. Березовский не мог управлять никем, кроме своей секретарши и еще десяти людей. Максимум. В ситуации, когда в эту десятку входили, предположим, люди, принимающие решения в Москве, он управлял чем угодно. Как только они из нее выбыли, он не управлял ничем, потому что для того, чтобы натягивать гигантские сети людей, нельзя быть эгоцентристом, нельзя быть человеком, зацикленным на себе, нельзя быть, так сказать, театром одного актера, нельзя любоваться собственной демоничностью, нужно что-то делать, нужно плести эти сети, держать их, двигать, так сказать, гробить себя, свое здоровье, нервную систему на этой огромной работе. Он этого не хотел, он этого не мог, никакие деньги ничего не дадут. Сколько угодно, заплати, возьмут деньги, украдут, скажут, что сделали, извинятся и уйдут. Что и было с этим Соколовым-то, да? Это АТО, это знаменитый, это разведслужба. Была создана разведслужба, которая сразу стала не той разведслужбой, а потом стала разведслужбой против этого самого Березовска и так далее. В итоге всего этого дела бабки были, договоренности были, результат был диаметрально противоположным. И это так всегда в мире, не финансы в итоге правят миром. Миром правят большие, структуризированные человеческие сообщества, нагретые и структуризированные одновременно, управляемые из единого центра. достаточно сильной и умной волей. Они правят миром, и у них будут деньги. Они на деньги будут куплены, все что угодно. Это ложная парадигма. Это опять гибрид. Это фантом этого общества. Поскольку на деньги можно купить ламборджини, который автор этой гипотезы любит, и там, я не знаю, яхту, которую он любит, и самолет, который он любит, и там отдых за границей, где они любят, значит на деньги можно купить все. И все не купишь. И все специалисты это понимают. Дальше начинается простейшая вещь. На чем-то должна быть построена структурность. На чем-то. Почему эти люди будут вместе? Ну вот вы собрали 10 тысяч людей с плетящих военных специалистов, готовых на любую жестокость, готовых крабить, убивать и даже умирать. А почему они будут вместе? Они же через полгода создадут 10 групп, потом 100 групп, начнется война всех против всех. Они могут быть вместе, только если у них есть накаленный смысл, идеология. Тогда они будут вместе долго. И ничего другое не удерживать. Ни харизматическая личность, ничто. все короткоживущие элементы, только смыслы. Значит, что правит миром? Если миром правят структуры, а структуры создают смыслы, значит, косвенно миром правят смыслы, миром правят невещественные. И какие вы не возьмите эти структуры, там, Темплтоны, Вангарды или что-то еще. Это хозяева каких-то финансовых схем. В лучшем случае они могут таким частным армием за что-то заплатить, там неизвестно, что будет. История так не делается. Это факторы, это детонаторы, это активаторы, что угодно еще. Но не это суть. Если есть люди, которые чего-то от мира хотят, то эти люди, которые хотят чего-то от мира, устроены не так, как хозяева современных диффузных финансов. не ищите там хозяев мира. Их там нет. Если вообще хотите искать, это надо заниматься профессионально и не так. Как говорила Грабарь Пасок на факультете журналистики, Гомера надо читать на коленях и не вам. Хотите, действуйте. Дальше все-таки я бы хотел, чтобы было совершенно ясно, внутри чего живет современное российское общество, включая здесь собравшихся. Оно живет внутри явления под названием поражение. Все произошедшее это поражение, колоссальное поражение. Поэтому и надрывы эти гибриды, о которых говорю, это продукты поражения. Это вот как при излучении рождаются какие-то странные монстры. вот этот потребительно-героический или какой-нибудь сентиментально-героический монстр, их рождает поражение, которое разлилось на всех, на все. Оно пропитало собою каждую пору. И оно правит балл по-прежнему. И пока его не выдавишь из себя, из других, ничего другого, кроме монстров вот этих, не будет. психозы эти победительные откуда? От поражения. Постоянный комплекс неполноценский от поражения. Вот эта убежденность во всесилии каких-то там центров, это поражение. Да? И все остальное. Надрыв антипораженчества, он связан тоже с поражением. Вот все, что я описал. пока на месте вот этих метущихся внутренних истерий, разорванностей, комплексов, мании и всего остального, вместо всего этого не займет. Холодная ярость и ум не будет победы. После таких поражений победы покупаются очень дорогой ценой. Никто здесь собравшихся и никто в стране. при своих не останется, если он хочет победы. Все надо перелопачивать заново. В противном случае, вместо холодной ярости и настоящего зрения имеет место психоз полутупой или полуумный или то тупой, то умный. Он ничего не дает. На нем построена вся современная болтовня. теперь все-таки об этом исламском государстве. Здесь опять вот как с вопросом о том, как взрывали этого мозгового, как с вопросом о том, что такое спецназ ГРУ и как что такое разговорчивый капитан спецназа ГРУ. Для меня разговорчивый, доверчиво беседующий с иноземцами капитан спецназа ГРУ это нонсенс. Понимаете? Это бред. Это просто тяжелый бред. Но этот бред господствует во всех обсуждениях. Имеем место разговорчивого капитана спецназа ГРУ. Как мы к нему относимся? А вот так относимся, а к этим так относимся. Откуда вы его взяли в природе? Откуда? Из какого комикса? Из какого дешевого романа? Вы вообще не понимаете, что там все-таки между прочим есть курсы под названием молчание под пытками. И те, кто их не проходит, тоже не идут в определенную специализацию. В аналитическом отделе будут сидеть до пенсии. Возможно, чтобы отношить к современной жизни это идеализация. И что это существовало в полной мере только в советской действительности, где существовали офицерские группы мобильные и все остальное, которые тренировали по другим программам. Но все равно это повышенные тренировки. И все равно это задание, и все равно любой этот человек, уходя в соответствующий рейд, знает, что он не имеет права этого ничего говорить. Не может, не должен. И что когда он не говорит, его и будут вытаскивать. Значит, вот сама эта фигура разговорчивого капитана спецназа ГРУ, это порождение общества поражения. Порождение общества поражения. сентиментально-героического, ультра-сентиментально- ультра-героического. Общества бреда, общества спектакля, общества кривляний. И все это монстры соответствующего типа, которые рушатся при соприкосновении с технологией. Откуда вы его взяли такого? Тогда химера рушится. И может что-то обнажаться или ничего не обнажается. Но химерам это жив не будет. Теперь исламское государство. Поймите простой вещь. Самые блестящие моджахеды не могут всерьез бороться с работающей на полную катушку армией. Это исключено. Самые великие воины из малых народов это пуштуны. лучше пуштунов ничего не бывает из малых народов. Из таких партизанских армий. Пуштуны выше всего. Очень хорошие вьетнамцы. В принципе, и другие воевавшие в Афганистане неплохие. Неплохо воюют. Иранцы лучше воюют, чем аракцы. Но неважно. Не будем здесь никого унижать. Все народы хороши. Не в этом дело заключается в том, что если вы заводите танки с дуром или с ума великого в город или в ущелье, а сидят хорошие специалисты, маджахеды, в скалах, мы засели в наши норы и гостей нежданных ждем, как бы в гористом лесу с гранатометами, они сожгут танки. Если при этом унищики еще им подарили американцы, это сказать, всякие зенитные установочки переносные, то они может быть собьют какие-нибудь вертолеты до момента, пока не начнется ковровая бомбардировка. И ничего там живого не будет. Там просто не будет ничего. Это вопрос затраченного ресурса. И остроты желания это уничтожить. И все. И пока шли все эти кривляни в первую чеченскую, да, и там Гусинский впрочем описывал какие мы гады, а так сказать там как бы внутренние войска то затягивали в ущелье, то командовали назад из ущелья. Ну и было то, что было. Как только взялись за это всерьез с использованием средств, которые здесь описывать не собираюсь, все кончилось по известному принципу, если я встану, то ты ляжешь. И нужно совсем ничего не понимать, даже в азах устройства современной войны, чтобы считать, что партизаны могут противостоять современной армии, если она решила этих партизан всерьез уничтожать. В лучшем случае они разбредутся в пещере и там на какое-то время застрянут, пока их оттуда не выпарят вакуумными взрывами соответствующими, или чем-нибудь еще, или химии тяжелой. этого не бывает. Значит, вопрос не в том, какого класса у вас маджахет. Пробосаева говорили, что он, стреляя с одной руки из гранатомета, попадал в люк, так сказать, открытой танка или там БТРа. Может быть, да, может быть, нет. Ходила эта легенда. Он был серьезным, так сказать, специалистом по какому-нибудь гранатомету, пулемету, пистолеты, ножи, гранаты и все прочее. Но там уже не это работает в большой войне. Он превратится в горсточку пепла гораздо раньше, чем вытащит свой гранатомет. И никто с ним, по поводу этого гранатомета беседовать не будет. Значит, первая черта заключается в том, что это вообще несопоставимо как бы очень серьезная армия и партизанские действия. Если они совсем не дисперсны, если это не перешло в городскую герилию, как уми, ходят там женщины, время от времени взрывают пояса шахиды. Это можно долго делать. С большим ущербом для противника. Если противник готов на этот ущерб, он будет терпеть столетия. Если нет, он начнет выяснять отношения, что они собственно хотят, как бы сделать так, чтобы они отвязались. Иногда находят общий язык, иногда не находят. Но это про другое. Вторая черта. Чем лучше маджахед и чем он ближе к спецназовцу, а бывают такие, что и круче, чем спецназовцу, да? А бывают просто, что спецназовцы ушли в маджахеды. Басаев был из этой серии. Значит, и так далее, и тому подобное. И там доучился. Чем лучше маджахед, тем в меньшей степени он, как эти спецназовцы, способен идти за танками, умирая, и впереди держать огневой вал. Они это не могут. Это, в принципе, разные виды людей, разная степень организации мозга, психики. Как любой такой ультра-спецназовец настроен на выживание, да? Любой человек, который идет за этим делом, в принципе, настроен на смерть. Разные типы подготовки, разная степень, так сказать, регуляризации этого сознания, разные вбиваемые стереотипы и все прочее. Короче говоря, если есть это исламское государство, и оно побеждает оловицкую армию, то надо понять, что оловицкая армия, аловицы это такие крайние шииты, меньшинство в Сирии, им идти некуда. Сдаваться они не могут, они будут уничтожены. Значит, они имеют необходимую технику, необходимые навыки и представляют собой худо-бедно регулярную армию сирийского государства. К этой регулярной армии сирийского государства добавляются Ксир, корпус стражей исламской революции, который представляет собой элиту спецназа Ирана. Это войска, это не свободные художники, это элита войск, призванная Ираном на помощь братской Сирии, призванная теократическим миром на помощь почти светской Сирии. Понятно, да? Значит, Иран, как бы поднявший знамя пророка и говорящий о том, что он объединяет все это радикализм этот исламский, он прислал своим аловицким собратьям полусветским большой военный контингент. О других военных контингентах я говорить не буду, но иранский обсужден. И наконец, там же в этой войне участвует Хизбалла, которая была единственной структурой в мире, сумевшей в ходе регулярных боевых действий дать отпор израильской армии в окопах, в регулярных действиях. Значит, с той стороны собран серьезный военный потенциал и такой, которому терять нечего. Ему победить или умереть? Значит, они воюют. Против них не могут воевать маджахеды. Против них воюет впервые в истории человечества большая регулярная исламистская армия. Армия со всеми ее характеристиками. Дисциплиной, подготовкой, техникой, способностью действовать, взаимодействием между городами войск, так сказать, и так далее, и тому подобное. Это впервые армия. Причем тут Аль-Каида. Это манджахеды. Талибы это полум манджахеды. А это армия, которая берет города. Откуда взялась эта армия на нашу и мировую голову? Откуда? Впервые в истории. Значит, один из компонентов понятен. Это офицеры разгробленной армии Хадама Хусейна, которые ненавидели своего, так сказать, слишком слабого руководителя и так далее, которые потом решили, что им надо перекраситься в исламистов ради общего сунницкого дела. Но где их собирали, упаковывали, формировали? Это был лагерь Камбутен. Значит, это лагерь, в котором они все проходили соответствующую подготовку под эгидой американцев. Лагерь состоял из нежеланных иракских офицеров, которые не хотели вмешиваться в эту кашу, и тех иракских офицеров, которые в эту кашу хотели вмешиваться. Мы готовы перекраситься в радикальных исламистов, мы готовы ими стать и готовы начать большую игру. Этих офицеров отбирали. Офицеры, которые были этому не готовы, валялись и гнили в бараках. Офицеры, которые в этом были готовы, существовали в помещениях хорошего разряда, хорошо ели, пили, свободно гуляли. И среди них был и будущий халиф, этого исламского государства, и все его в одном, в котором происходило перевоспитание в эту сторону. Не в сторону верности американскому государству, а в сторону верности исламскому государству. Там набирался полный пакет офицеры генералитета. Они уже набирали свои пакеты. На это естественно намотались моджахеды всех видов разновидностей и так далее. Но в ядре этого стоит регулярная военная сила, созданная Соединенными Штатами Америки в конкретном месте, с задействованием конкретных людей. Значит, теперь это сила гуляют, они с ней борются. Специальное развлекалово такое. Они с ней так борются, что победить не могут. Они точечно с пятью семью самолетами и там пулят в какие-то базы. И что? Значит, эта сила непрерывно наращивается. Турция будет оказывать ей всяческую помощь, включая военную. Значит, в этом смысле воюют уже Сирия, Турция, Сирия и нанятые войска Саудовской Альтой. Это огромная сила, которая очень далеко идет. И это очень далеко не имеет никакого отношения к классическому исламу или к халифату не знаю какого-то, 14 века. Это совершенно новое явление, которое каким-то образом связано с переустройством мира. Но не надо считать, что это очередная моджахетская группа. Это не моджахетская группа в чистом виде. Это абсолютно новое явление. И последнее, что хочется сказать. Вы должны обратить внимание на то, что непрерывно обсуждаются те или иные заговоры, перевороты в Москве. Это любимая сейчас тема наших либералов. Вот и Орионов просто специализируется на перевороте Сергей Борисович Иванова. А кто-то на другом перевороте. А немцов там на партии холодильника. Я уже говорю. Вся надежда различного рода сейчас преобразователей России в конечном итоге на то, что внутри силового блока сформируется некая хунта, что эта хунта тоже тут начнет переворот. Уже никто не рассчитывает на то, что какие-нибудь миллионные оранжевые митинги блокируют власть, но уже не рассчитывают и на то, что даже на Украине возникнет победа, так сказать, и тогда на этом уровне возникнут здесь недовольства крупные и так далее и тому подобное. Все перешли на другой режим. И когда непрерывно говорится о таком режиме, значит, рано или поздно он возникнет. Его героями могут оказаться совершенно не те, кто говорят. Говорит это и ореонов естественно с провокативными целями. И все это понятно. Но тема не провокативная. Тема от безнадежности возникла. Все, что можно сделать в современной России с их точки зрения, это либо вчистую осуществление силового переворота, либо переворот на такой подкладке типа там митинга каких-нибудь групп, который будет расстрелян самими же переворотчиками, а потом переворотчики за них заступятся и расстреляют кого-то, на кого они возложат вину. Ну, это Румыния, да? Или это просто вчистую одной какой-нибудь силовой группой все убрали, все рассеялось как сон, как утренний туман. Это говорит о нескольких вещах. Во-первых, о том, насколько не могут они реализовать несколько вещей. Они не могут вывести безумное количество людей на улице, они не могут обеспечить нашего втягивания на Донбасс, они не могут обеспечить консолидации американцев и европейцев против нас, они не могут обеспечить наши экономические блокады, они не могут, не могут, значит, они будут пытаться все это мочь, потому что мы находимся в очень острой фазе мировой игры, и исламское государство, война против России, под видом войны на Украине, вот все эти смены идентичности и так далее, это есть части этой очень большой игры, которая у нас на глазах входит в последнюю фазу, ту фазу, которую я и предрекал, когда были эти лекции суть времени, первые, когда я говорил, вот ждите до 2020 года, все эти узлы должны как-то развязаться, они обязаны перейти в острую фазу, и здесь тоже, то, что нужно делать в этом смысле, совместная операция, это никогда нельзя делать с помощью одной вещи, если мы хотим и считаем, что мы должны побеждать, то это вот так вот комплекс действий, осуществляемых одновременно на очень многих фронтах, нам нужна мягкая победа на экономическом фронте, нам нужна мягкая победа на социальном фронте, нам нужна победа в конечном итоге на фронте информационном, нас должны начать слушать, нам нужна победа на фронте идеологическом, должно быть понятно, что это тотальное порабощение Украины под видом ее освобождения и так далее. А вот здесь вот стоит некоторое очень важное, может быть решающее как бы такая задача, связанная с победой на фронте классической войны по принципу национально-освободительная армия Украины ДНР ЛНР против войск бандеровской фунты. Нам нужен этот формат победы. Если он одновременно со всем остальным сложится в хорошую композицию и вот эта кривая все время будет идти вот так, то при выдерживании точно определенного расстояния F между витками этой спирали и ее медленном свертывании в точку она свернется вот здесь в точку нашей пробегы. По крайней мере здесь. Если мы здесь не победим, мы здесь проиграем. Рывок с нашей стороны это такой же проигрыш как пассив. Сливаем проиграли, рванулись тоже проиграли. Вот только вот так. А нас непрерывно будут заставлять менять вот здесь это расстояние. Это профессиональная опять-таки задача. это задача из-за многомерных композиций, стягивающихся в одну точку. Любой рывок это эксцесс. Эксцесс это активизация Запада выше той нормы, которая нам нужна. Мы не имеем права взять сейчас и его дернуть неизвестно куда. И если бы кто-нибудь хотел что-нибудь делать в Прибалтике, это гораздо дешевле, чем ее оккупировать, было бы создать там любое правительство, абсолютно избранное самим народом, которое бы что угодно сделало, вышло из НАТО или все что угодно, потому что уже самим Прибалтом эта игра тоже постсоветская достаточно надоела. В этом смысле любая статья связанная с разговорами о том, что мы сейчас оккупируем Прибалтик, это такой же элемент провокации, как статья «Введите войска» или что-нибудь еще. Это все система стягивающихся вокруг страны, вот в определенное облако такое, провокаторов экстазников. У нас сейчас провокаторы на слив и провокаторы на экстаз, и они все больше будут работать вместе. Это вот такое ядро методологическое того, что сейчас происходит. Я вообще считаю, что мы уже вообще почти проиграли, да? Я искренне так считаю, много раз говорил. Мы почти проиграли все. Мы проиграли человека. Вот эти все гибридные модели психики, о которых я говорю, это продукты регресса, и мы человека проиграли. Мы проиграли государство. У нас такие потери в государстве, которых не было никогда. Мы проиграли экономические модели, мы проиграли образование, мы все почти проиграли. Единственный вопрос, который по отношению к этому возникает, почему мы живы и почему мы здесь находимся. Если бы мы совсем проиграли, мы бы здесь не разговаривали, мы бы здесь не находились и ничего бы не было. на если бы условно год назад суть времени не взялась бы за эти процессы определенным образом донецкий луганский был бы уже либо слив либо экстаз и так или иначе все эти капканы бы уже захлопнулись но они же не захлопнулись почти проигрыш не есть проигрыш это состояние определенное волевое при котором если вы цепляетесь за каждый шанс на победу она и будет только не надо гибридно это делать в промежутках между не знаю пиар развлечений это нужно делать всем собой полностью и все будет в этом смысле если как бы в донецке не навести порядок и вуганские и не создать там мощные армии абсолютную дисциплину абсолютную централизацию и здесь я должен сказать что скажите пожалуйста что это за съезды посреди всего этого за какие-то там оппозиционные метания мечтания и все что угодно идет война на идет война когда человек бежит издает чудовищную территорию огромную с точки зрения региона и при этом говорит что а я и приказа не получал хочу сбежать и бежать дальше этого человека надо прищучить во всех прочих условиях надо такие там руководители другие представить себе чтобы в преднестровье если бы там так сказать все хотели там занимались больше чем борьбой с молдавским агрессором занимались бы таскать на раннем этапе кандидатуры смирнова и маракуцы сколько бы мы всего узнали как бы они там друг с другом их можно было бы скомбинировать да и вообще то сколько развлекал его было бы для румыно-молдавии это же тоже надо прекращать так тоже нельзя ну сложилось некое статус-кво но она не нравится она крайне несовершенна но она уже сложилась это не тот ужас который был год назад когда невозможно было никого собрать а те добровольцы которые собирались при первых очередях над головой разбегались большей части уже другая обстановка другая ситуация другой уровень готовности к чему-то его надо лихорадочно усиливать лихорадочно выжигать все что мешает этой борьбе есть на это шансы 5 из 100 сколько шансов на то что возобладает гнилостность современные рефлексы вот эти гибриды полу по полу коммерция полу война кому война кому мать равна 95 процентов за то что этого забладает да но это год живет она бы не живой десяти дней если бы мы рассуждали о том насколько она проиграна да же глаза боятся руки делают помогут американцы там в отношении к дефолту помогут ровно до той степени да какой они сочтут это нужными интересы там полтона не войдут противоречия с интересами американского государства да значит нужно разрешить им дефолты но значит надо разрешить теперь дефолт греции есть еще кандидата разрешайте всем от м полту но надо разрешить всем подряд прощать долги да у них этих кредитов на сотни миллиардов и значит все надо все кредиты сказать да не отдавайте не надо ты создала прецедент на украине тебе завтра в другой стороне скажут что тоже там острейшая политическая ситуация народ может восстать давайте мы очень народа дадим а вам фигу надо тоже согласиться темпа вот он это может от м полтона нет способов повлиять на американское государство идут сложнейшие комбинации сложнейший в каждой из этих комбинаций можно расставить там 15-20 фишек безупречно и выиграть но шанс на то чтобы их так расставить очень мало в условиях двусмысленности российские при всяких этих так сказать подковерных течений бог знает чего но он же есть мы живем год или не живем живем а россия должна была быть раздавлена ну просто в слизь в результате того что происходило эти 25 лет должна была а что-то шевелится сказать мужчина безупречно шевелится не могу но она же шевелится 2011-12 году мне говорили что я сумасшедший что вся игра уже сыграно и надо только договариваться с кем-нибудь болотные сахарова да и лучше всего зюганова говорили говорили и что все произошло по-другому я снова говорю ситуация отвратительная все отвратительно и она не могло быть иначе после того как взяли вот так вот проект 70 лет залиты кровью так сказать всех кого угодно все было в конечном итоге огромные желтого и на алтарь построение определенного государства с разных сторон там взяли это все и выкинули что после этого может быть ничего не может быть а что-то еще шевелится раз она шевелится значит шанс есть а значит шанс есть этим шансом надо пользоваться просто объясняю как им пользоваться там нет просто вот там надо создать экономический дефицит того уровня который медленно и гладко это называется сплайн функция да когда функция должна мне 1 2 производные все должны гладкие хорошие да вот дернули одну производную какой-нибудь уголочек сделали и будет взрыв не надо взрыва это медленно спокойно снижать характеристики комплексно эти и эти те и другие вместе и тогда можно так снизить все характеристики до критического уровня что а это так сделать знаете она не будет еще и вот тут надо сделать да и все средства хороши потому что ставкой является устройство мира и до существования государства ядерная война и нужно чтобы все сделать так а когда она сделается американцы скажет патите к полу я делаю что такое а если вы сделаете это огромный фактор психологическая война война амбиций вели сейчас войска да у меня все плавки но мы великая страна всех уже штаны полумокрые там русские куда-то лезут у тебя ты великий я великий зажмурили глаза послали истребители и начали бомбить понимаете у страха с глаза велики зачем нам мобилизовывать все эти ресурсы против самих себя у нас что беспредельная прочность что ли повторяю там сказать вообще не вижу никаких прямых аналогий почему говорю 20 да там коммунизм 20 сср 20 там и также могу сказать тридцать седьмой год 20 это же полина жемчужная который сама сидел в лагерях говорила дочери сталина что твой отец гений он успел брать прав пятую колонну вы до начала войны если бы не убрал мы бы уже были под немцами она сама сидела воспоминания дочери стали светлана значит смысл заключается в том что они же хотят сделать гибрид из всего что несочетаемо нас в железный так сказать сталинизм поведет там чубай саван фридман все вместе вот они прямо дружными рядами поют ну что за хохмата да мы сейчас туда войдем еще будем делать через два дня через 10 дней через 30 дней в каком мире все это происходит при каком раскладе сил нам совершенно другое нужно нам нужен стратегический ответ с точки зрения сарты и нам нужно мягкая игра мягкая война совсем мягкая с точки зрения всего остального они сунутся здесь сейчас на донецк и луганск они готовятся они должны получить сокрушительный разгром вот сокрушительный и и дальше получили и все как и кто что скажут экстазники на киевки дорога открыта да на львов в минск 3 дорогие мои в минск 3 к плачущему порошенко отряхнули пыль сказал утешься и подпишись здесь еще три пункта да и быстренько быстренько референдум по конституции то все пятое-десятое к этому моменту чудесным образом оказалось что еще вдвое упала гривна и совсем нету денег и так сказать наступила зима и стало холодно и мы сострадаем украинскому народу мы подъясняемому что до тех пор пока наверху существует только так сказать бандеровские мерзавцы он страдает от рук этих мерзавцев а мы разоблачили пять шесть крупнейших афер так сказать киевского капитализма и медленно с разных сторон это взяли схлопнули сколько процентов вероятности 34 уже не осталось никаких композиций при которых россия гарантированно может выжить гарантийному чтобы умереть и она умирает и то есть но идет контр тенденция она идиот она идет до с одной стороны дикарства а с другой стороны клубятся люди которые спрашивают как серьезные вопросы а там по с другой стороны полумертвой европа где уже никто не клубится все уже до нацификация проведена германии нет как страны есть какое-то количество бесящихся фашистов есть гдр который это донцификации не было и есть такие вялоходящие машины которые готовы там более или менее делать детали все остальные остальные часть уже детали делать не готова а хочет так развлекаться в целом поэтому сказать что все хорошо это гнусная ложь и внедрение ложного оптимизма сказать что все безнадежно это тоже неправильно не бывает безнадежности пока люди борются до велика возможность что вместо этого там они рванут а эти все прозяпают и вместо победы там начнется какой-то рара ну что ну что делать мы уже почти проиграли дай против нас невероятно мощной силы теперь в чем шанс в том что у нас есть ядерное оружие а эти силы очень трусливо ленивой они трудно мобилизуем а значит смысл заключается в том что если это все так то они все время будут действовать на два три процента кэри приехал приехал гай суши это нельзя чтобы все было потише это же кэри это главный лоббист ирана помимо всего прочего да это понимать что все иранские возможности связаны с кэри вот лично он приехал говорится не надо там как-нибудь давай пойти давай потише ну конституции ну пусть ими он сказал но если порошенко будет воевать на его страх и риск одновременно другие сказали мы тебе дадим оружие давай воюй он вытащил технику он начинает готовить эту войну это же видно это же не утаишь на а кэри говорит ну не надо что лучше чтобы и кэри сказал надо и меркель сказала надо вот в этом гнилом деле нужно чтобы их активизация была три процента они 30 потому что они активизируются на 30 на этот стол ляжет нагрузка в 10 раз больше не выдержит этот стол не выдержит а мыслить вместо него каком сталинско-советский не надо потому что его нет показать это ничего не стоит поэтому все время надо очень осторожно вести в эту сторону до под вопли экстазниках никогда нельзя понять где экстазник где провокатор где просто люди которые хотят ядерную войну любой ценой вот я вам приведу простой пример сколько специалистов приехала из форт беринг из других мест с тем чтобы готовить террористическую войну это отдельный вопрос а сколько-то приехал там морпехов и прочих полудурков американских которые никому не нужны кроме там вожись вставай там или что-нибудь еще ходят или вообще-то на в обслуге находится это не имеет значения они приехали во львов да они как будут действовать во львове они будут действовать так как это положено американцу находящемуся на военной службе то есть искать место отдыха до стриптиз-бар или что-нибудь еще они его найдут во львове тот или другой правильно найду вот если сумасшествие порошенко или ком другого мерзавца дойдет до того чтобы их там рвануть вместе вот в этом количестве то обама нанесет удар по донецку уже все будут находиться в обязаловке в ответ на это будет соответствующий ответный удар это не сомневайтесь и это и есть уже ядерная война там уже никаким донбассом пахнуть не будет там будет традиционное поле вот все эти которые орут местные что даешь нам там киев и все прочее понимаете этого нельзя допустить этого нельзя допустить любая вот неправильная активность вот идущая не по гладкой кривой с изломом приводит взрыву мы находимся на гигантском парковом складе когда вот мы ходим там нельзя курить сигареты бросать эти сигареты там вообще нужно думать о том как ты идешь нельзя идти резко нельзя топать надо идти мягко медленно сняв обувь да все оглядываясь по сторонам по определенным точкам не подходить близко к чему-то иначе этот склад рванет но это не значит что не надо идти к определенной цели цель заключать то чтобы прийти гадов удушить но не надо по дороге взорвать не себя не мир не все остальное надо взять их удушить а это можно сделать только по вот этой паутинной схеме других схем нет этому учатся теория мягкой войны навязать вместо этого жесткую стране находящиеся в полудоховом состоянии соответствующие литы не решившие ни один из своих стратегических вопросов может только провокатор или дурак другие не могут перестать плести эту паутину значит показаться в объятиях чужой паутины запутаться в чужой и просто умереть и это тоже можно сделать очень быстро нельзя уходить оттуда нельзя это сдавать нельзя экстазничать все время тащиться вот так вот да это противно это трудно это почти невозможно а все остальное просто смерть от экстаза или от капитуляции и от того и другого там и там смерть или хотят жить и это узкий коридор они пройдут но главное чтобы еще непрерывно не шло этого экстаза и всякие как его зовут-то на мою голову еще ищет все эти ищенки еще не если это не заказ не вопили все что хотели про прибалтику или про что-нибудь еще то есть не повышали градус активности там с трех с половиной процентов на 3 и 9 мы только понизили с трех с половиной до 32 и на это ушли там 10 дней так сказать скрупулезной работы тебя берут вот так вот и повышают где идиоты гибридники вот эти до великая война с существованием всех бабов которых мы привыкли болтать поддавать и тискать там друг друга до мужчины и женщины это социальные роли понятно вот это и есть это и есть гибридная у меня и социальную роль на другую социальную роль вот это все абсолютно неприемлемо и в этой связи я хочу сказать что вот я разобрал какие-то тактические оперативные слагаемые ситуации хочу чтобы юрий вольфович разобрал что-то сегодня я буду говорить о россии российской экономики и у меня очень много цифр и фактов сейчас в ходе кризиса уже проведены достаточно внимательные исследования и они ясно показывают основные тенденции в динамике нашей экономики эти исследования сейчас все показывают что кризис начался не вчера и не в связи с обрушением цен на нефть и введением против нас финансовых технологических прочих санкций он начался раньше симптомы его отмечаются давно во первых из нашей страны много лет самыми разными способами сбегают за рубеж капиталов мы видим что все время идут и банки и коммерческий торговый производственный сектор все время вывозят за рубеж капиталы собственно вот только два года шестой и седьмой у нас был положительный приток капитала все остальные годы отток и в прошлом 2014 году чистый отток капитала оказался рекордным более 151 миллиарда долларов всего за эти годы из страны только по официальным данным центробанка утекло около 600 миллиардов долларов и это не считая не учтенного оттока который иногда бывает очень значительным и который в центробанке в балансе попадает в графу ошибки и пропуски а значит на деньги этого оттока сталинская экономика создала бы новую страну понимаете но ее же нет да да куда прежде всего сбегал капитал из россии вот пожалуйста картинка это прежде всего без налоговой юрисдикции вроде британских виргинских островов бермудских островов кипра а также ключевые страны европы и турция причем об этом аналитики уже горы бумаги написали значительная часть этих капиталов затем возвращается к нам страну под видом портфельных инвестиций зарубежных то есть вложений в акции облигации или прямых зарубежных инвестиций то есть это в основном это наши деньги которые были туда вывезены основной поток зарубежных прямых и портфельных инвестиций в россию много лет идет с кипра такой вот секрет конечно это в первую очередь механизм который компании и граждане наши используют для ухода от российского налогообложения но и не только дело в том что характер экономической политики приватизации советского экономического наследства в постсоветский период в нашей новой россии был таков что подавляющее большинство граждан попросту ограбили все это понимают ограбили в части семейных сбережений обесцененных в части обещаний собственности за ваучеры фиг что прошло что дали за них и в дальнейшем на так называемых залоговых акционах соответственно наше население ощущает почти всю особенно крупную собственность стране как сомнительно легитимную а или просто нелегитимную но и соответственно большинство тех кто считает себя предпринимателями это видит ощущает и тоже не воспринимает свою собственность как вполне законную и главное надежно защищенную в стране то есть мы имеем вот этот почти всеобщий консенсус нелегитимности собственности в россии это второй и важнейшее основание для того чтобы очень большая часть бизнеса пыталась регистрировать свои компании за рубежом и держать свой капитал за рубежом сейчас процесс как-то переламывается почему российская власть и отмечу вместе с нашими зарубежными противниками пытается фактически вернуть часть сбежавших капиталов страду во первых за рубежом нарастает так называемая антиофшорная компания которая требует ликвидации большинства налоговых гаваней и главное она рассматривает вывод капитала в офшоры как грубое нарушение налогового законодательства есть преступления а во вторых за рубежом начиная с великобритании но уже не только в великобритании резко ужесточается требования банков к российским гражданам при любых операциях капиталами при любых транзакциях вот нередко даже небольшая сумма которую нужно заплатить за отопление долга пытаешься оплатить в банке от тебя требуют документы на то чтобы ты доказал законные подтверждения своих денег на твоем собственном банковском счету то же самое в других странах европы происходит то есть у российских собственников там возникает все более серьезные проблемы но в россии во первых приняты антиофшорные законы а во вторых вот позапозавчера госдума приняла в третьем окончательном чтении законопроект который называется о допровольном декларировании физическими лицами имущества и счетов вкладов в банках который прям называет законом об амнистии выведанных капиталов ну и после утверждения советом федерации как предполагается в середине июня где-то его должен подписать президент путин суть закона просто она в том что владельцы собственности за рубежом которая зарегистрирована до 1 января нынешнего 2015 года заряд правонарушений если они официально зарегистрируют эту собственность в россии или перейдут в россии то не будут наказываться избегут ответственность за эти правонарушения они получат в отношении такой собственности одноразовое подчеркиваю освобождение от налогообложения уголовного преследования даже в том случае если они при выводе собственности за рубеж нарушили некоторые причем перечень жестко указан российские налоговые таможенные валютные законы естественно оговорено и это согласовано с международной комиссии по отмыванию капиталов она дала добро не подлежат освобождение от ответственности лица которые причастны к коррупции легализации преступных доходов финансирование терроризма и ряду других уголовных преступлений за это их не амнистируют а вот перечень таких вот налоговых и транзакционных преступлений финансовых он амнистируется наша власть похоже надеется что многие из тех у кого явные неприятности за рубежом окажутся готовы к переводу собственности в россии мне признаться пока кажется что вот в нынешней ситуации таких большинство не будет попытаются там все как-то прятаться следующая проблема которая опять-таки возникла в нашей экономике до нефтяного шока и санкций гораздо раньше это проблемы с темпами роста ввп мы видим что уже с 2010 они начали падать в 2011 2012 2013 2014 а были совсем совсем скромные а с конца 2014 года у нас устойчивое падение ввп причем она ускоряется в апреле 2015 года был рывок вниз темпы падения ввп в пересчете на год достигли 10 12 процентов связано это конечно в первую очередь с ухудшением ситуации ключевых секторах экономики так например еще в середине 13 года то есть опять-таки до проблем с ценой нефти и санкциями у нас начал неуклонно снижаться объем экспорта в финансовом выражении в долларах то есть у нас упал по предыдущему рисунку к апрелю в пересчете на год то есть не до апреля в пересчете на годовые темпы 10 12 процентов падения ввп это очень серьезные цифры падением падение вот значит а здесь у нас уже опять-таки в 2013 году началось падение объема экспорта из россии наша валютная гарантия до нефтяного кризиса далее конечно наложилось на нефтяной шок и санкции в результате началось ухудшение внешне торгового баланса то есть мы должны экспортировать нефть и газ по сниженной цене других крупных экспортных товарных потоков у нас практически нету и несмотря на то что одновременно и быстрее снижается импорт внешне торговый баланс слабеет по последним данным федеральной таможенной службы в январе-марте положительная сальдо внешней торговли снизилась на 12,2 процента внешний торговый оборот за квартал снизился на 31 процент по сравнению с первым кварталом прошлого года аналогичным при этом экспорт сократился на 26 с половиной процентов импорт гораздо сильнее на 38 процентов но опять-таки началось же это не сегодня наша экономика ну мы знаем все постсоветские годы это глубокий сырьевой перекос сырьевая рента сырьевые товары прежде всего энергоносители это львиная доля экспорта и львиная доля доходов бюджета основные отрасли что называется в загоне то есть что у нас вне нефтяных у нас жутко несбалансирована внешняя торговля по сравнению не только с развитыми но и с ведущими развивающихся странами включая наших партнеров по объединению брикс видите мы везде аутсайдеры у нас самый большой дисбаланс сторону понижения экспорта по транспортным средствам по машинам и оборудованию по электрооборудованию по пищевому производству то есть по всем ключевым отраслям от которых зависит благосостояние и благополучие нашей экономики мы в минусе почему прежде всего потому что у нас давно очень низкий уровень инвестиций в основной капитал то что называется средства производства когда-то называлась группа а это прежде всего разнообразные машины станки другое производственное оборудование то есть в соотношении к ввп эти инвестиции в основные средства они падают с конца 2012 года сейчас они начали падать еще быстрее как мы видим в последние кварталы по последним данного стата за январь-апрель 2015 года эти инвестиции упали на 3,7 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года ну а потому соответственно падает предложение инвестиционных товаров нашему рынку то есть машины оборудования то есть того что можно купить поставить на завод новое и за счет этого повысить качество инновационность и эффективность производства вот как это выглядит то есть опять таки уже в тринадцатом году в двенадцатом тринадцатом началось падение затем пошло еще быстрее а сейчас последние месяцы то есть в нынешнем году просто начала обваливаться и я подчеркну что даже раньше когда у нас были большие валютные резервы не было ожиданий кризиса инвестиционная активность уже снижалась и объемы производства машин и оборудования в стране сокращались то есть это сокращение началось еще с 2012 года три года назад сначала было мало заметно для экономики почему поскольку предприятия активно и массировано закупали машин и оборудование за рубежом хотя этот импорт также снижался на закупали много вот закупали много но сейчас опять таки это начало падать и падать а в последние месяцы обрушивается после санкций импорт начал очень быстро падать и как результат в последние месяцы ситуация с объеме производства в большинстве отраслей нашей экономики просто плачевные вот что мы видим у нас относительно благополучных отраслей вот электро и оптическое оборудование химпроизводство производства распределения электроэнергии газа и воды то есть по сути в основном обеспечения жкх все остальное в минусе все остальное в битусе включая ключевые статьи по производству средств производства машин и оборудование транспортные средства стройматериалы металлургия все глубоком минусе и считанные отрасли держатся на плаву и даже повышают выпуск по последним данным роста то в январе апреля нынешнего года за четыре месяца промышленное производство в россии снизилась на полтора процента а в апреле его падение резко ускорилась четыре с половиной процента если пересчитать на год что это такое околовластные экономисты говорят да 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 плохо плохо но вот вот разберемся с основной фазой финансового кризиса а потом мы займемся спешно импортозамещением и подъемом производства но что означает разобраться с финансовым кризисом где здесь главные угрозы и риски давайте разбираться ну во первых это проблема внешнего долга и с ней вот судя по последним данным и государства и корпорации банки довольно успешно справляются и я подчеркну что это как бы не посторонние нешуточные проблемы я уже говорил что если внешний долг не начнутся резко сокращаться нас ждут неприятности вроде отъема собственности причем ключевой важнейшей собственности и финансовые производительные за долги или нужно просто расплевываться со всем мировым экономическим миром так вот долг к началу кризиса и санкций был накоплен огромный на 1 января 2014 года это было 653 миллиарда долларов этот долг почти полностью был не государственные банки и корпорации около 600 миллиардов остальные около 50 миллиардов чуть больше это госдолги на начало мая 2015 года этот долг сократился по данным центра банка до 374 миллиардов долларов то есть почти на 280 миллиардов долларов государство свой долг не выплачивая практически и хотя до конца нынешнего года нашим корпорациям и банкам еще придется около 80 миллиардов долларов отдать одну наступают сроки возвращения кредитов но и на будущий год тоже остается немало но тем не менее это уже не тот критичный объем долга из-за которого нужно было чесать затылок говорить придется расставаться с ключевыми государственными активность это важно не только поэтому но еще по той причине что любые возможные кредиторы россии в том числе вероятные китайские индийские арабские и прочее как и западные при решении о выдаче кредитов смотрят на то как страна и конкретные корпорации расплачивались по прежним кредитам это называется хорошая кредитная история и второе чем могут быть гарантированы будущие кредиты и одна из важнейших гарантий по будущим кредитам это не только хорошая кредитная история но и объем международных валютных резервов мы сначала украинского кризиса потратили резервы очень существенно мы были вот столько около 520 миллиардов долларов на начало 2014 а на середину мая осталось чуть более 350 миллиардов но важно то что с марта эти наши резервы перестали падать а с середины мая наш цб даже начал пытаться их поднять почему 13 мая цб принял решение о том что для пополнения валютных резервов будет каждый день закупать до 200 миллионов долларов в специально в резервы и пока мы видим что это обещание цб выполняет по максимуму то есть грубо говоря миллиард долларов неделю закупает при этом еще что-то и тратится и видимо будет тратиться поскольку нужно удерживать устойчивость и нужный курс рубля об этом я сегодня говорить не буду это отдельная песня но тем не менее вот эта стабилизация психологически важно важно для наших будущих кредиторов и важно для тех кто делает бизнес в россии они понимают что катастрофических выбросов в экономической политике в курсе доллара евро и так далее быть не должно это некие гарантии хотя многие экономисты подчеркну считают что такие резервы и лишние что цб нужно тратить деньги на другие неотложенные нужды экономики и об этом мы могли бы поговорить но это как мы следующий раз это отдельный непростой вопрос вторая проблема финансового кризиса который сейчас говорят вся наша экономическая власть и весь бизнес и банкиры и на решение которой как раз за последний год была истрачена очень большая часть вот этих резервов вот этих трат это предотвращение банковского кризиса наши банки действительно за последние полтора года столкнулись сразу с несколькими очень серьезными проблемами это во первых необходимость срочно иногда и досрочно расплачиваться с внешними кредитами что они делали это во вторых изъятие вкладов депозитов большой части населения в валютной панике особенно в конце 2014 года это повышение ключевой ставки то есть удорожание кредитов которые коммерческим банком выдает центробанк репо кредиты другие кредиты это наконец ужесточение требований цб к устойчивости банков то есть по уровню достаточности капитала в том числе они должны иметь у себя подушку резервов которые гарантируют что у них мало шансов лопнуть но и банки то зарабатывать деньги в основном на операциях кредитования это их официальная формальная обязанность и главный источник дохода то что они где-то пытаются спекулировать это в норме все-таки приработок а вот кредиты это заработок а кредитные ставки то таковы что и частные лица и компании уже обращаются за кредитами что называется в порядке исключения но и выдавать кредиты банкам все труднее поскольку у них у самих не хватает денег и на выплату собственных долгов и на повышение обязательных резервов подушки безопасности и вкладчики обеднели деньги на депозиты в банке уже несут все хуже и что еще неприятнее все чаще не расплачивается во время за кредиты которые взяли ранее и это не только индивидуальные вкладчики это и предприятия тоже при нынешних уровнях ключевой ставки цб банковская ставка по кредитам соответственно выше и соответственно неприемлемо для большинства предприятий которые в кризисе признаем в основном снизили они повысили рентабельность своего производства за исключением тех кто полностью сидит на внутреннем рынке и эффективно действительно как-то налаживает импорт замещение в результате предприятия как обычно выражается фактически попадают в кредитную кабалу банкам это не фигура речи вот как мы видим еще в 2012 году ставка по кредитам сроком до года была в среднем около 10 процентов сейчас по таким кредитам ставка менее 16 17 процентов практически нигде не бывает не попадается и понятно что при среднем уровне рентабельности в большинстве отраслей до 12 процентов по таким ставкам предприятия в банках кредитоваться не могут но и банкам то при таких ставках тоже очень плохо потому что высокими темпами растет так называемая кредитная просрочка банкам не возвращают деньги мы видим что темпы просрочки по кредитам растут и по кредитам населения причем уже давно сначала 2013 года до нынешнего кризиса и мы об этом говорили что это опасная ситуация и по кредитам предприятиям особенно резко с конца 2014 года видите вот в результате банки не могут возвращать деньги которые они одалживали у цб они тоже в долгах то есть растет кредитная просрочка самих банков вот растут долги банков перед центральным банком меня нет данных свежих за апрель но они опять таки чуть-чуть еще подросли и по последним данным центробанк российские банки в январе-апреле получили суммарный убыток в 17 миллиардов рублей вроде бы немного но обычно то не получали прибыль в частности за аналогичный период прошлого далеко не благополучного года 2014 у российских банков была прибыль в размере почти 300 миллиардов рублей а сейчас убыток 17 миллиардов это печальный тренд вот в этом замкнутом кругу кредитных просрочки долгов банки все чаще попадают в банкротное состояние их либо санирует то есть спасают в том числе путем слияния с более крупными и благополучными банками либо ликвидируют отзывая лицензии ну наверное все в этом зале ли почти все слышат что порой центробанк в неделю отзывает лицензии у двух-трех банков но это ведь для финансовой системы никак не бесплатное удовольствие поскольку там были вкладчики и вклады то наше агентство по страхованию вкладов в результате должно выплачивать немалые деньги компенсации вкладчиком обрушенного банка а на сегодняшний день у асв денег на это осталось совсем немного а проблемных банков хватает и похоже их станет больше это означает что для пополнения ресурсов агентства по страхованию вкладов придется залезать в ту же самую кормушку в тот же самый государственный карман который наполняем все с вами в том числе налогами и который в ходе кризиса неуклонно худеет а это означает что та часть финансового кризиса которая связана с состоянием банковской системы далека от благополучного завершения но поскольку другой финансовой системы кроме банковской у нас нету ее коллапс это коллапс экономики нужно понимать это не некие там разжиревшие коты они многие разжиревшие коты но если это все взорвется то мало никому не покажется но не лучше обстоит дело с финансовым состоянием населения в том числе в связи с его глубокой закредитованностью в основном которая подчеркну сложилась недавние благополучно сытые времена начиная с 2010 года как мы видим из графика вот примерно с 10 года средний гражданин россии накопил столько кредитных долгов что сейчас в должен выплатить на погашение кредитов более чем пятую часть своих семейных доходов но эти доходы в кризисе тоже сокращаются ростат вот сообщил 22 мая меньше недели назад что реальные располагаемые денежные доходы наших граждан сократились в апреле на 4 процента в годовом выражении в марте был 18 в феврале 16 в январе 08 то есть падение располагаемых доходов наших домохозяйств ускоряется опять таки а с реальной зарплаты еще хуже в реальном выражении с учетом инфляции размер средней зарплаты уменьшился в январе апреля то есть за 4 месяца примерно на 10 две десятых процента а на этот процесс накладывается еще и достаточно массовое сокращение персонала компаний или предприятий ну то есть увольнения частичные или на неполную занятость на полставки и так далее по данным исследования арамир а это вполне солидная скажем так исследовательская компания ситуация с увольнением сокращения зарплат приближается подчеркну к тому кризисному состоянию которое мы видели в 2008 году то есть 7 лет назад в остром пике предыдущей кризисные волны глобальной видите то есть вот 2008 год вот было лучше лучше а вот 2015 нынешний и в увольнениях и в сокращении зарплат ну а естественно в результате падают и покупательная способность населения и торговый оборот то есть последние данные которые обнародовал глава менторга денис мантуров он сказал что оборот предприятий розничной торговли в январе апреля сократился примерно на 6 процентов последние данные которые выдал внешне эконом банк еще более плачевные до 8 10 процентов 8 10 процентов сокращения торгового оборота а что это значит значит снижаются налоговые и тарифные поступления в бюджет не только от экспортно-импортных операций от производства в промышленности сельском хозяйстве в других отраслях но и от торговли а в результате по последним данным минфина дефицит федерального бюджета в январе-апреля составил 4 и 4 десятых процентов ввп это очень серьезная уже цифра данные которые я привел показывают что рапорты некоторых политиков и экономистов о том что самая острая фаза кризиса в россии пройдена и что с осенью мол начнется экономический подъем а таких становится все больше так вот это вряд ли согласуется с реальностью или честно скажем попросту чушь благополучно сная чушь кризис налицо он зрел давно он глубокий он продолжается и углубляется и успокоительными заявлениями о том что мы вот-вот справимся со стальными финансовыми проблем его с банками разберемся а дальше пойдем импорт замещением заниматься промышленным ростом это все опять-таки разговоры в пользу бедных сейчас я уже от отвлекусь от цифр и графиков и поговорю о том каков на мой взгляд масштаб проблемы с которой столкнулась россии каковы исторические прецеденты и решения думаю что мы по сути столкнулись с проблемой скажем так существенной утраты общей экономического и технологического суверенитета страны я подчеркну я здесь сознательно другие аспекты нашей жизни не затрагиваю потому что проблема системная комплексная она везде я сознательно сужаясь только на экономику и рассматриваю здесь только нее так вот нужно решать вопрос о том как этот суверенитет восстановить поскольку понятно что в обозримой перспективе прежний уровень так называемых приличных отношений с финансово богатым и технологически развитым западом совокупным он для нас уже нереален а значит основные задачи восстановления экономического суверенитета нам придется решать самим и еще раз подчеркну как говорилось в давние советские времена и это мы сегодня видим отчетливо в большой степени во враждебном окружении я подчеркиваю что это не слова это объективно так и с каждым днем становится все очевиднее что это так то есть перед нами большому счету стоит задача новой большой реиндустриализации технологической модернизации а главное эта проблема заключается в том что нигде в мире эта проблема не решалась только средствами свободного рынка без очень мощного наступательного участия государства я даже не говорю о примере нашей историческом нашей сср на нашем историческом опыте я говорю сейчас здесь только о рыночных экономиках в которых для решения этой задачи обязательно создавались сильные узлы той самой многократно охаянной административно командные системы а к с которая в качестве образца была взята из советского опыта и в связи с этим я напомню несколько не общеизвестных исторических фактов кто-то знает но большинство наверняка не знает так вот в 30-х годах прошлого века во время великой депрессии администрация франклина делан рузвельта в соединенных штатах создала и использовала так жестко использовала несколько таких сильных модулей а к с в самых разных отраслях во первых это были модули в инфраструктурном в том числе дорожном строительстве значительная часть сегодняшней дорожной сети америки была построена тогда административно командным регулированием это были модули в экономическом освоении развитие наиболее депрессивных регионов страны и конечно же это были мощные модули в оборонно-промышленном комплексе и в некоторых высокотехнологичных отраслях вот один из наиболее известных таких модулей это огромный проект так называемые долины реки теннесси объявлен он был как проект развития депрессивного региона то есть строительство на реке серии г с нескольких заводов это электроэнергия для хозяйства и сельского и промышленного несколько заводов и так далее но в реальности это был стратегический проект в руководстве которого сразу появилось несколько крупнейших государственных менеджеров команду эту рузвельт подбирал неплохую вместе со своим другом и помощником гарри гопс пенсом а заодно несколько очень высокостатусных генералов и эта команда включала то сделала что она создавала крупный энергоемкий комплекс крупное производство алюминия материалические работы по производству и нахождению особых конструкционных сплавов мощные конструкторские работы по авиастроению точной механике радиотехника множество исследований по смежным высоким технологиям а в результате был создан крупные производственные кластер который и создал в реальности американскую по тем временам современную супер современную истребительную бомбардировочную военно-транспортную и гражданскую авиацию до этого современной авиации у соединенных штатов практически не было вот там это создавалось создавалось административно командными методами под очень жестким государственным управлением финансовым контролем очень жесткими методами то есть это были жесткая программа сетевые графики исполнения работ плотный контроль расходования средств и контроль исполнения по каждому направлению этапу работы второй американский пример это знаменитый манхэттенский проект создания ядерной бомбы для чего был учрежден супер мощный модуль административно командной системы под буквально свирепым как свидетельствует те кто в этом участвовал управлением генерала лесли грофса и режим управления контроля они сами некоторые прямо пишут по нынешним временам по более поздним он очень мало отличался от научно-технологических шарашек которые создавал лаврианч павлович беррия в советском союзе и которые обеспечивали научно-технолог прорыв ссср в послевоенные годы и фактически до смерти сталина включая там полный запрет большинство персонала на выход вообще из жилой зоны на время проекта и включая запрет на открытую переписку то есть избранные высокие функционеры этого проекта имели право по специальным разрешениям покинуть зону проекта другим это запрещалось напрочь вот такое было рыночное управление не менее жесткий модуль административно командный создавался в сша для реализации ракетно-космической программы но и знаменитая силиконовая долина вопреки очень распространенным и афишируемым мифом создавалась не по инициативе вчерашних студентов которые это делали по ночам в собственных сараях и гаражах это была мощная государственная административно командная программа с целевым государственным преимущественно военным но не только военным финансированием жестким планированием программированием управлением и контролем и только поэтому она получилась подчеркну что я здесь не призываю воспроизводить советские а также перечисленные американские административно командные образцы в ребенок холодной войны говоря о том столе который мы имеем и о том в чем говорил сергей иванович это невозможно но в рыночных экономиках известны другие менее жесткие образцы модернизационных рывков с активным использованием административно командных государственных методов целевого государственного программирования планирования управления контроля в частности так были реализованы все индустриальные и модернизационные технологические рывки так называемых азиатских тигров тайвань южная корея сингапур и далее по списку это были продукт создания высокотехнологических кластеров с привлечением западных капиталов и технологий и активным участием негосударственных корпораций но происходило это по государственным программам под очень плотным государственным управляющим финансовым кадровым контролем авторитарные власти вспомним что было в сингапуре и что насколько зависели от государства гигантские корейские как бы семейные корпорации чеболи с государственными гарантиями востребования будущей продукции и вот именно в духе административно командных модулей ну и наконец технологический рывок азиатского дракона китая ушел уже во первых во времена рыночные трансформации китайской экономики не при до рыночном социализме но опять-таки в еще более жестким чем у тигров административно командном режиме и об этом тоже люди которые знают китай много писали и это хорошо известно вопрос возможно ли в россии у нас сориентироваться на этот мировой опыт хотя бы мягкий рыночный вот который у тигров был вы пока наш стол даже этого не вытянет пока что у нас осознание серьезности российской ситуации идет ни шатка ни валка в основном говорят о чем в разработке программ импортозамещения и о начале их реализации в критически важных отраслях но в за исключением в пк в действительности эти программы планируется делать только в рыночном скажем так режиме то есть без масштабных государственных инвестиций государства целеполагания и контроля судя по всему максимум на что могут рассчитывать компании импорт заместитель а сейчас уже такие списки публикуются и что судя потому что им обещают это льготные то есть не по заоблачным вот этим рыночным ставкам кредитование проекта и опять-таки реализация проектов этими компаниями на свой страх и риск понятно это никаких форсированных и тем более фундаментальных результатов даже по узеньким направлениям импорт замещения дать не может и тем более это не может дать как отечественной экономике рывок к новому системному модернизационному качеству которая нам насущно необходима а вот для того чтобы сделать такой рывок нужны мощные комплексные государственные программы а для того чтобы подготовить и начать реализовывать такие программы нужно выискивать и готовить кадры способные ими руководить и их реализовывать делать то что нужно делать и конечно же нужно прежде всего быстро ликвидировать стране тот климат всеобщей расслабухи коррупции и воровства в котором мы живем уже не первые десяток лет это как почти что супит из топора то что я говорю но специалисты говорят что кадры которые еще могут этим заняться и которые верят в то что это возможно и имеют соответствующую квалификацию пока в россии есть и если они поверят в то что они нужны и то что это возможно сделать еще можно немало а сделать это абсолютно необходимо прошу прощения потому что отечество в опасности то есть нам нужно другое состояние элиты представители которой должны полностью оставить надежды на то что кризис скоро раз рассосется и все будет как прежде полностью ставить надежды на то что есть не рассосется то мол меня то вот лично вожделенный запад к себе как нибудь впишет и ну или по крайней мере оставит в покое так вот не рассосется не впишут и в покое не оставят и еще до этого конечно нужно другое состояние общества которым перестанут впаривать сказки о том что нужно мол потерпеть полгодика годик а дальше все станет лучше и еще лучше 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 и еще лучше не станет в покое не оставят и будет хуже и труднее то есть элита и общество должны осознать что речь идет о выживании государства и о нашем общем выживании и вспомнить всерьез они в качестве пиаровской фразы тезис сталина иначе нас сомнут вот только тогда надеюсь новый российский капитал поверит что государство поставила перед собой перед всеми стратегические цели что это всерьез и надолго и что эти цели приняла и разделяет большинство граждан страны но и тогда общество надеюсь поймет для чего ему нужен этот сомнительный по происхождению новый российской капитал и вот тогда надеюсь что капитал и общество всерьез и надолго включаться в реализацию общих стратегических целей цели восстановления полноценной национальной субъектности национального суверенитета то есть не просто в эти цели об решении задач собственное государственного выживания вот я думаю что нам именно сейчас нужно думать о том как этого добиться и делать все возможное для того чтобы эти изменения элиты общества начались и происходили как можно быстрее на этом произвольте мне доклад считать завершенным что мы смогли сделать все возможное для того чтобы это было мое правило следующее время